Народная славянская радио Всем здравия, с вами Народная славянская радио Сегодня у нас на одном из современных календарей 27 января 2016 года среда На одном из старинных, шестой день месяца в Юге и Стужа 7524 лета, восьмидца Костоправство как метод современной медицины Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира И главный сведущий Виталий Казакевич, казак-костоправ Здравия тебе, Виталий Здравия всем Здравия радио Давай начнем с того, почему ты всегда представляешься Как казак-костоправ, чтобы, наверное, этот вопрос снять Ну, вообще меня зовут Казакевич Виталий Владимирович И так как мои фамилии первые буквы «казак» через «А» Меня так звали везде в школе, в институте Так и прозвали друзья, братья славяне И так как я занимаюсь костоправством Вот так и получилось, повелось Меня зовут Казак-костоправ Все на поверхности, да? Все очень просто Да, все очень просто Понятно Фамилия моя родная Перешла от отца, деда Фамилия древняя Довольно известная и в Украине, и в России Вот Много есть известных людей по этой фамилии И врачи, вот, и шахматисты Ну, так что можно загуглить, посмотреть В общем, фамилия известна во многих отраслях нашего проживания, да? Да Понятно Хорошо Вот тема костоправства И не просто костоправство Как метод современной медицины Вот давай разберем Разложим Разделим Костоправство все-таки не является современной медициной Не входит в современную медицину Почему все-таки ты придумал назвать эфир так Что костоправство как метод современной медицины? Здесь такое, на первый взгляд, противоречие Потому что вся современная медицина Ну, касаемо этого направления То есть, мануальная терапия, остеопатия, хиропрактика Вышла из костоправства Вот Об этом можно узнать, прочитав массу книг Известных корифеев мануальной терапии Ну, к примеру Украинский, Набойченко Российский, Папелянский Заграничный автор Левит, это чешский корифей мануальной терапии Они в своих книгах Описывают происхождение мануальной терапии И корнями своими Данная медицинская специальность Уходит вот как раз в костоправство Оттуда все пошло Ведь когда-то давно Не было больниц Не было поликлиник Не было, естественно Врачей Ну, когда давно Ну, к примеру Возьмем хотя бы Пятьсот лет назад Да? Тысячу лет назад А люди болели Люди получали травмы Бытовые Во время работы Конь мог дернуть Там сильно Упасть с коня Опять же Были какие-то сражения Войны И кто-то Людей лечил И людей взрослых И деток Так вот В каждом поселении существовал В каждом поселении существовал Мастер костоправ И который лечил взрослых людей А деток лечили повитухи Вот И оттуда Начинала собираться Народная мудрость Народные знания Они скапливались По крупицам Собирались И вот те люди Которые собрали Эти все знания Они уже потом Открыли Остеопатию Хиропрактику И мануальную медицину Мануальную терапию Вот Ну, так вот Коротко В принципе То есть Все у нас вышло Современная Вся медицина Вышла из этого И дальше развивалась Касаемо Да, этих трех наук Ну, хотя Хирургия В отчасти тоже Ведь Смотрите Еще древний Гиппократ Древний наш отец Современной медицины Он вскрывал Трупы Смотрел Косточки Смотрел Ткани Внутри И оттуда Тоже пошли Направления Мануальной терапии И вот Хирургии Потом В той стране В Греции Запретили Вскрывать трубы И плавно Медицина Перешла Потом В Рим Вот Только из-за этого То есть Знания Они блуждали То там То там То там Это То что Касаемо Известной Теории Которые Рассказывают В школе Да О российских Методах Изучения Вот Медицины Ну я не знаю В основном Все книги умалчивают Очень Очень мало Книг Практически Нету Таковых Которые Рассказывали Рассказывали Бы Как Лечились Люди На Руси Там Славяне Да Была же Киевская Русь Эта история Уже тысячи Тысячи лет Были Воины Воевали Вот Значит Как-то Люди Лечились Мы же Не Вымерли Правда И Все Здоровые И Славянская Нация Она Считается По Генам Вот Я Слежу Всегда За генетикой Читаю Научные Статьи Общаюсь С биологом Она Очень Продуктивная Сильная То есть У нас Генофон Сильный Это О чем Свидетельство О том Что мы Вели Здравый Образ Жизни У Русичей У Славян Я Не буду Вдаваться Сейчас Разбирать Эти Понятия Всегда Вели Здоровый Образ Жизни Это В первую Очередь Были Бани Все Знают Что В Европе Бани Не было Не приветствовались Бани А вот У нас И на Востоке Бани Были И вот В банях Как раз Хочу Заметить Происходило Само Таинство Вот Этого Костоправства В банях В банях Поветухи Принимали Детей Деток Роды В банях Они Правили Деток И Костоправы Тоже Так же Само Правили Взрослых Людей Я хочу Заметить Именно В бане Потому что Банное Искусство Банная Церемония Она Способствует Тому Что Человеческий Организм Становится Мягче Расслабляется Косточки Мышцы Все эти Структуры Связки Сухожилия Становятся Податливыми И вот Происходит Правка Вот Отсюда Как-то Начиналось Все Ну Такое Хорошее Вступление У нас Получается Развернуто Раскрыто Своей Практики Ты Скажем Так Используешь Ли Какие-то Древние Приемы Которые Перешли К тебе По наследству Или Ты научился Этому Кого-то Уже В зрелом Возрасте Нет В зрелом Возрасте Я уже Не учился Меня Учили Меня Учили В детстве Так просто Сложилось Что вообще В детстве Мне показали Пару Приемов Эта История Рассказана На моем Сайте Можно Прочитать И Мне Друг Показал Пару Приемов Потому что Он сам Владел Но он Мне показал Мануальные Приемы И говорит У меня Сколиоз Ровня Меня Я ему Говорю Я не знаю Как Он говорит Я тебе Научу И вот Он был И моим Учителем И был Моим Пациентом Первым Подопытным Ну в результате Все произошло Удачно Сколиоз Выровняли Он стал На 2,5 Сантиметра Выше Живет До сих пор Все нормально Ничего не болит И мне Тогда Было 16 лет Это Когда Мне Показали Вот эти Приемы Мануальной Терапии Что касаемо А то Что касается Костоправства Как я понял Что я умею Править Кости Я догадался И потом Об этой Истории Знали Мои близкие Друзья В частности Этот Саша Мой друг Который Меня учил В 13 лет Я упал Со скейта Вот Это произошло В городе Мариуполе Мы тогда Там жили У бабушки И Был у меня Двойной перелом Лучезапясной Локтевой кости Со смещением Шиловидного троска Кисть была Буквой П Вот Я перепугался Очень сильно И Начал Сам себе Дергать руку Вот Бабки Которые были Вокруг Начали кричать Что нельзя Такого делать Ну я ж тогда Еще не знал Что нельзя Дергать руку При Перелом Потому что Могут Косточками Вот этими Порванными Острыми Порезаться И вены Ну сосуды Вот Мы Сухожилия Но в результате Я Сперепугу Руку Вправил Так хорошо Что Когда Меня Привезли В больницу Врач Спросил Кто Тебе Правил Руку Выровнял Я говорю Сам Себе Дернул Он Говорит Не ври Не может Быть Ты Не знаешь Ты Не умеешь Я говорю Нет Сам Он Вызвал Команду Скорой Помощи Они Опросили Бабок Что Как Случилось И Они Рассказали Команда Подтвердила У меня Есть Запись Медицинской Книги Что Репозиция Произведена На месте Успешно Ну Так Я Наверное И понял Что У меня Открыто Свыше Вот Эта Способность Именно Чувствовать Кости И чувствовать Вот Эту Силу В Какую Сторону Как Куда С какой Скоростью С какой Резкостью С какой Силой Крутить Где Становиться И так Далее Но Это Как Понимаете Одному Дано Петь Хорошо Да И вот Допустим Я Петь Хорошо Не умею Я Если Закончу Хоть Три Консерватории С красным Дипломом Я же Все равно Не научусь Не научусь Хорошо Петь Правильно То есть Не дано Богу Кто-то Умеет Рисовать Я Рисовать Не умею Меня Учили Учили Но Если Богом Не дано Как-то Не получится А вот То что Касается Костей Вот С 13 Лет Я понял И Как бы С 16 Лет Я уже Занимаюсь Осознанно Этим Вот А потом Я всю Жизнь Занимался Боевыми Искусствами Тоже Вот Лет 16 Как раз Так Совпало Что Всегда Были Травмы На тренировке Я Занимался Карате Ушу Тейквондо И Последние Года Айкидо И Особенно Было Много Травм На Айкидо Вот Говорят Что Айкидо Это Очень Мягкий Стиль Искусства Но Так Говорят Люди Которые Не Занимались Им Оно Гораздо Жестче И Травматичнее Чем Карате Рукопашный Боя Занимался Ушу Тейквондо И Вот На Айкидо Мои Соратники По Клубу Клуб У нас Большой 200 Человек Постоянно Кто-то Получал Травму Вот И Так Получилось Что Однажды Я поправил Президента Клуба Он Сказал Кому-то Те Другому И Так Получилось Что После Каждой Тренировки Человека 3-4 Выстраивалось На матах Работал Ну Вот Так А потом Я работал Тренером Вот Я работал Тренером И Параллельно Правил Кости Принимал Людей И Когда Это уже Дошло До Больших Масштабов И Мне сказали Тебе надо Только этим Заниматься Я сказал Ну Я же не могу Заниматься Без Образования Какого-то Потому Что Это Как бы Править Своих Знакомых Близких Одно А людей Других Это другое Ну Тем более За деньги Да Вот И поэтому Я пошел Поступил В институт На физеребилитолога Пять лет Отучился И после этого Я уже Создал сайт Как бы Мануальная терапия А сейчас Я развиваю Костоправское Искусство Потому что Оно мне Интереснее И Создал сайт Вот По Народным Нетрадиционным Методам И Как бы Хочу работать В этом ключе Больше Чем В медицинском Вот так вот В общем Как говорится Начало Потренировался На каком-то другом Потом Попробовал на себе А потом Так случилось Что тебя И стали Подводить К тому Что пора К этим Брат Заниматься Более серьезно Да И тренировка У меня Произошла 20 лет Вот В 16 Я начал И в 36 Лет Я начал Заниматься За деньги То есть 20 лет Я работал Бесплатно Ну я не работал Я просто Правил друзей В клубе Родственников Вот 20 лет У меня было Практики И в 36 Лет Я только Вышел На Как это сказать На профессиональный уровень То есть Профессиональный Я имею ввиду Когда этим Зарабатывать Деньги Стал Вот Именно этим Хорошо Ты В своем Анонсе Написал Такие Интересные слова Как Крамола Например И Другие Которые Современным Человеком Воспринимаются Достаточно Ну скажем так Или Агрессивно Или С недоумением Что такое Слово Крамола Это все-таки Ругательство Какое-то Давай Разъясни Что ты Имеешь ввиду По словам Крамола А хочу Спросить А почему Воспринимается Так Агрессивно Слово Как слово Да Слово Как слово Просто так Есть выражение Ну не неси Крамолу Что-то там Ну типа Глупость Говоришь Или Другое слово Не употребляю Которое еще часто Тоже помимо Крамола Но это Как бы уже Более Или ругательное Слово Или Какое-то Невязанное Я вообще просто Современный Современный Как современные Люди воспринимают Или какое-то Слово Которое связывают С умолишенным Человеком Который не понимает Что он говорит Давай расшифруем Это слово Для наших радиослушателей Которое еще не в курсе Что это слово означает Ну хорошо Расшифруем Ну во-первых Слово Крамола Обозначает Если посмотреть На Википедию Как скрытое Секретное Знание И это слово Очень часто В обиходе Тележурналистов Телеведущих Даже по центральным Каналам Они используют Такое слово Как Крамольные Знания Крамольные Там какие-то Встречи Потаенные То есть Самый главный смысл Современный Слово Крамола Это вот Секретный Потаенный Об этом написано В Википедии В энциклопедиях И можно его услышать Я же говорю Очень часто У репортеров В книгах И так далее Но в славянском мире У слова Крамола Вот тут мы Меняем Ударение И у нас Получается Уже другое Значение К Ра Мола Мола Это корень Слова Мольба Мы видим Ра Бог солнца Ра И к То есть К богу солнца Ра Обращение Мольба Так получается Вот это второе Второе значение Этого слова Очень интересное То есть Это Именно то Исконное Слово Русичей Которые Они Использовали Всегда С момента Наверное Появления Как Даже Не Нации Это Было Очень Давно Ведь Все Люди На Земле Всегда Обращались К богу Солнца Ра К солнышку Мы на Солнышко Привязаны Хотим Мы И не Хотим Если Солнышка Нет У нас Не будет Урожая У нас Не будет Погоды Нам Будет Холодно Будем Замерзать Все Люди Как мы Видим И во всех Культурах Солнцу Поклонялись И Славяне Не исключение Мы Видим Это В наших Корнях Слов Основных Радость Радуга Родня Да Вот Это Есть И в Крамале Ра Корень Ра Вот Вот Это Я считаю Сейчас Основным Значением К Ра Мольба А Крамольничество Это Такое Искусство Засекреченное Искусство Которое Было Спрятано В глубине Веков Наших Предков И Об этом Искусстве Знает Очень Малое Количество Людей Потому что Все Книги Которые Были Ну Не все А Очень Много Большинство Книг Было Утеряно Вы Знаете Что У нас На Руси Постоянно Были Пожары В России Библиотек Они Постоянно Горели Вот Вспомните Времена Петра Первого Когда Было Собрано 40 Тысяч По-моему Рукописи Древних Были Сожженные Да Вспомните Хотя бы 14-й год Когда В Москве Горела Библиотека Помнишь Вообще Пожаров Да Было Много Такое Ощущение Что Не Хватало Дров И топили Книгами Да Причем Топили Книгами Очень Интересные Вот Просто Нашу Вы Не Задумывались Почему Уважаемые Слушатели Так Происходит Почему Именно Горят Библиотеки Вот Хотя Б Последний Случай Вот Это Я Не Помню Какая Но Я Как раз Был В Москве В 14 году Сгорела Библиотека Показывали По телевидению Везде Тысячу Квадратных Метров Самоплощадь Куча Машин Было Почему Не Сгорела Соседняя Дань Именно Библиотека Вот Там Видите Проводка Не В порядке Все Электричество Сваливает Да Нет Мне Кажется Не так Случайно Горят Древние Знания Понимаете Вот Это Повелось Еще Я Повторюсь И До Петра Первого Горели Библиотеки Вот И вот Из-за этого У нас Очень Мало Той Информации Ну Из-за этих Пожаров Именно О древнем Искусстве Крамольнищем Крамольническом Искусстве Которая бы Рассказывала Как наши Предки Поклонялись Солнышку Какие они Вели Обряды Ну Слово Поклонялись Я имею ввиду Не в том Смысле Как Богу Поклонялись А Ну Если в принципе Говорить точно То действительно Поклонялись Меня учила Моя бабка Вот как она Говорила Почему мы Солнцу Кланяемся Утром Встали В 5 утра Туда-сюда По хозяйству На огород И что на огороде Наклоняются Да А солнышко Куда печет По тылыцу Вот и получается Что всю жизнь Люди Бедные Богатые Простые Непростые Конечно Крестьяне Больше Кланялись Солнцу Потому что Я же еще раз Повторюсь Они от него Зависели Вот Но так же Само Богу Солнца Поклонялись И жрецы Древние Которые были И у нас И в других Странах Там и в Египте И вот Эти знания В Египте Каким-то чудесным Образом Остались Отсюда И пошли Пошло Развитие Очень сильное Развитие Налицо Ихней Цивилизации Вот эти Пирамиды И так далее Тому подобное То что мы Сейчас можем Видеть А Нас Русичи Всегда Пытались Как-то Задавить Прижать Что мы И сейчас Видим Вот Ничего не меняется Века проходит А нам не дают Развиваться Поэтому я Хочу Поднимать Эту тему По Крамале Создавать Семинары Рассказывать Объяснять Людям Что и как Ну Вот Хорошо Пытаюсь Сделать Что могу Хорошо Ты упомянул Раз Библиотеку Да Я уточню Что это за библиотека Такая Это библиотека Которая называлась Так И не он Российская Академия Наук То есть Институт Научной информации По общественным наукам Российской Академии Наук И пожар Произошел 30 января 2015 года Не 14 Уже В 15 Году Сгорание Это уже Третий Номер сложности По педебальной шкале Достаточно серьезный И Как это Не странно Сгорели Именно фонд Библиотеки Где запасники Где как раз хранились Очень интересные книги Так что Пожары Со времен древних Нам известны И они происходят Очень странно И как-то избирательно Так что Вот На удивление Наурик Тех, кто не понимает Почему же эти пожары Происходят По поводу Того, что кланяется солнце Ну так и есть же такое выражение Солнце поклонники Это не означает Что это Какие-то такие Темные люди Которые ничего не понимают Наоборот Это желание Находиться В ладу с природой И ничего там плохого нет Я считаю А по поводу Крамолы То здесь Наверное Правильное слово Не молитва Употреблять А молва То есть обращение Потому что все-таки Молитва Она в современном мире Воспринимается Как просьба чего-то Ты мне дай вот это Дай мне вот это А с солнышком Как-то общаться Приятно Когда ты не просишь У него Это просто Радостное свое настроение Вот эта вот радость То, о чем ты говорил Ра Передаешь Благодарю тебя Что все здорово Все отлично Вот Встретились опять с тобой Значит День задался Значит все замечательно И хорошо Потому и были Солнцепоклонники Крамольники Они Как сейчас нас Часто представляют Какими-то темными Серыми людьми Которые Жили в лесу Молились к лесу Вот А как раз Я хотел об этом Поговорить Насчет Обращений То есть Не важно Как мы назовем это Мольба Или обращение И так далее Дело в том Ну вот Об этом я как раз Как раз и рассказываю На своих семинарах Что Солнце Не понимает Нашего языка Она не понимает Человеческого языка Или там Китайского Французского Немецкого Мы для него Все едины Оно понимает Вибрации Нашего организма И вот Если человек Живет В ладу С природой С законами солнца То есть Встает С восходом Ложится С закатом Питается По солнечным часам Дышит По этим часам Учится Воспитывает Детей Он Автоматически Ну не то чтобы Автоматически Природно Вливается Вот В этот Солнцикру Да Вот Вот В природные Явления И солнце Начинает Его понимать По тем вибрациям Которые человек Излучает Понимаешь Вот И У каждого Человека Есть эти Вибрации Ведь это уже Давно доказанная И наука И всеми Целителями То есть Это электромагнитные Волны И какие-то Биополя И так далее Тому подобное Так вот Надо общаться С солнышком Не языком Там много языком Не надо говорить А именно Своими делами Поступками Правильным образом Жизни Мыслей Вот И тогда Солнышко Нас будет Понимать И нам Помогать Будет Освеч Светить Нам Каждое Утро Будет Показывать Нам Дорогу Во тьме В буквальном И в переносном Смысле Я сейчас Имею ввиду То есть Раскрывать Нам глаза Будет На многие Вещи Ведь Не секрет Что Большинство Современного Мира Живут Как будто Закрытыми Глазами Они не Понимают О событиях Которые происходят Вокруг Они не видят Истинных Вещей Вот Им навязывают Эти вещи Они слушают Что им скажут Ведущие Телеканалы Которые Проплачены Сами знаете Вот Поэтому Я и хочу Научить Людей Видеть То что Показывает Нам Наша Как бы Сказать Не то чтобы Само Солнце А Сама Природа Сама Вот эта Структура Мироздания Понимаете Вот Вот о чем Вопрос Научиться Чувствовать Научиться Поднять Свою Интуицию До такого Уровня Чтобы Мы Понимали Куда Ити В каком Направлении Двигаться Куда Развиваться С кем Общаться И так далее И тому подобное Хорошо А давайте Перекоснемся Наверное Такого вопроса Все-таки Костопраста Чем оно Отличается От мануальной Терапии От хиропрактики Степатии И так далее Хорошо Давай Разберем Самых Корней Самое первое Что Появилось Это появилась Степатия Она появилась В Америке Я не буду Сейчас углубляться В историю Но Я хочу Сказать Что это Был Более Менее Научный Подход Сразу Организовалась Школа Довольно Приличная Год Обучения Потом Два Сейчас Дошло До Четырех Лет То есть Остеопатия Это довольно Обоснованный Научный Метод Им Занимаются Врачи Это Американская Школа Чисто Американская Школа Очень Интересная Очень Объемная И так Далее Хиропрактик Само Слово Хиропрактик Можно перевести Ко хировый Практик Правильно Вот Но если Так подходить То многие Слова Можно Конечно Интересно Перевести Оно Так и Есть Об этом Говорю Я И в своей Книге Пишет Яровой Наш Украинский Знаменитый Мануальный Тропевт У него Есть Несколько Издателей В последней Книге Вот так Он и Пишет Про Хиропрактиках То есть Сейчас Я буквально Цитирую Тогда Подожди Тогда уж Если Ты Сказал Давай Я Ляпну Что-нибудь Такое Умное Как Была Такая Загадка Как Называют Скорую Помощь В Японии Кому Ты Херовато Да Так Вот Значит Если Так Рассуждать То Мы Можем Очень Много Провести Ну Давай Хорошо Цитируй На самом Кем Суммам Я Точно На Косточки На Костную Структуру Хрустят Крутят Ломают И так далее И тому подобное Это Можно Увидеть Видео На Ютубе Набрать По Английски Хиропрактик USA И Увидеть Кучу Кучу Роликов Где Хиропрактики Принимают Человека В одежде Пояс У него Сами Они Работают В неудобной Одежде Еще В галстуках Которые Душат В рубашках Которые Стесняют Движения Я Как Человек Занимавшийся Боевыми Искусствами Айкидо Хочу Сказать Что Ни один Наверное Умный Человек Не выйдет На Натами В рубашке В обтягивающей В джинсах Тесных Вернее Даже Не в джинсах В брюках И с галстуком На шее Во-первых Неудобно Двигаться Во-вторых Ну Тут Все ясно Вот В общем С хиропрактикой Мы разобрались Остеопатия Это Самый Старый Метод Который Если Тоже Разбираться Он Вышел Из Костоправства А Мануальная Терапия Признана В мире Как В современном Мире Признана Настоящей Медициной Только В России Отец Основатель Мануальной Медицины Это Сейтель В Москве Он На Кафедре Я не помню Какого Вуза Он В 97 Году Зареставрировал Эту Медицинскую Специальность Вот И Она Официально Принята Мануальная Терапия Только В России В Европе Сейчас Больше Развита Остеопатия А в Америке Хиропрактики Как ни странно Они Конкурентно Выдавили Остеопатов И остеопаты Свою штаб Квартиру Сейчас имеют В Англии Это тоже Открытая информация Можно прочитать На любом сайте Любого остеопата Историю Ну Сейчас Разговор не об этом То есть Это коммерческий проект Так сказать Да Хиропрактика Это чисто Коммерческий проект Остеопатия Это более научный Медицинский подход Хотя Остеопат Не является Школа остеопатии Не дает Диплома Государственного Обратца Медицинского Обратца В современном мире Туда принимают В основном Уже готовых Врачей Вот В современной Школах Остеопатии И они Как бы Получают Второе Образование Получают Свидетельство Через 4 года Доктор Остеопатии Но повторюсь Что он до этого Должен закончить Государственную Медицинскую Школу Институт Понимаешь Вот То есть Ну это Хорошая Система Я приветствую То есть Если доктор Невролог Получит Знание Остеопатии 4 года Еще То это Это Хорошо Это Прекрасно Врач Будет Развит Двухсторонне Понимаешь Вот Ну что такое Кастопраса Я хочу Вот о Кастопрасе Поговорить Многие Люди Неправильно Переводят Слово Кастоправ Они Переводят Его Как Кастолом Хотя Нигде Нету Корня Лом Кастоправство Дословно Переводится К Ост Ост Это Ость Да И по латыни Кость Будет Оз Латынь Вышла Вообще С наших Языков Славянских Славянской Группы Правство Прав Вот Корень Прав Прав Правда Мы видим То есть Как перевести Кастоправство К К Ости Кость Права А еще Я люблю Такой Перевод К Нашему Естеству Мы Идем Через Правду Вот так Вот Я бы Перевел Слово Кастоправство То есть Многоуровний Такой Перевод Получается Самое Простое Что Любому Голу Придет Когда Кости Ставят На месте То есть Правят Да Потом Это Уже Идет Выравнивание А ты Уже Тут Более Глубокий Уровень Закладываешь Да Потому Что Человек Может Быть Правильным Только Когда Он Прав Слово Правильный И Прав Правда Один И тот же Корень И в Костоправстве Я пишу Коста И Прав С Большой Буквы Тот же Самый Корень Прав Вот Наша Костная Структура Будет Ровной Только Если Мы Будем Всю Жизнь Правдивой Перед Собой Перед Своими Близкими Детьми Перед Другими Людьми Тогда Мы Будем Ровными Есть Такое Выражение Жизнь Согнула Сгорбила Не Помню Дословно Как Ну Приблизительно Так Почему Страхи Или Обиды Или Обманы И Вот Это Все Ложится Таким Грузом На Плечи И Человек Горбится Скручивается То есть Человек Вел Неправедную Жизнь Неправильную Слово Праведное Слово Правда Тоже Понимаешь Вот И Поэтому Его Скрутило Его Погнуло Ведь Когда Ребенок Сидит За Партой Криво Родители Это Видят И Не Делают Ему Замечания И Не Меняют Ему Парту Или Стулчик Там Правильные Углы Надо Вы Они На самом Деле Обманывают Ребенка Понимаешь Вот Они Его Дурят Если Родители Ничего Не Предпринимают Это Обман Вот Поэтому Ребенок Вырастает Со сколиозом Понимаешь Хорошо Давай Сейчас Прервемся Музыкальная Пауза У нас Подошла 30 минут Мы уже Поговорили Отлично И После Этого Будем Дальше Разбирать Эту Тему Вы Слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио 27 января 2016 года Среда По одному Из современных Календарей По одному Из старинных Шестой День Месяца Юг Истуш 7500 До Четвертого Лета Осемится Костоправство Как метод Современной Медицины Главный Заведущий Казак Костоправ Виталий Казакевич Кто-то Мне скажет Что американские Песни Лучше Чем Наши Славянские Песни Не поверю Ни за что Я тоже Хорошо Давай дальше Будем Разгрывать Тему Значит Вот приходит Тебе человек Да Пришел к тебе Человек И Говорит Доктор Вот тут у меня Чего-то болит Разогнуться Не могу И что дальше Начинаешь Делать Так Руками проводишь Или сразу Кладешь Или как-то Нажал Куда-нибудь Ну Приходят Во-первых Когда Что-то Болит Я Уже Вижу Сразу Я не люблю Когда мне Люди Говорят Я даже Запрещаю Говорить Где у них Болит И что Болит Почему Я Могу Сам Диагностировать Даже Не дотрагиваясь Вот То есть Занимаясь Крамолой Мне Открылось Умение Считывать Не знаю Как это Назвать Биэнергетические Поля Или Какие-то То есть Я болячку Вижу Вообще Даже если человек В одежде Не дотрагиваясь И на своих Курсах По Костоправству Я Своих Учеников Пытался Этому Научить Мы Составляли Специальный Такой Бланк Где Мои Ученики Смотря На пациента Не дотрагиваясь Записывали На листочке Диагнозы А потом Мы это Сравнивали Проверяли То есть Есть Методика Определенная Как Этому Обучать И тот Пациент Который Стоял На него Все смотрели Потом Говорил Кто Правду Сказал Кто Попал Кто Не Попал Вот Такие Интересные Моменты Есть Потом Как Происходит Лечение Естественно Если Это Нарушение Костной Системы Я Правлю Костную Систему Костную Структуру Саму Вот Костоправые Работают И с мышцами И с фасами С сухожилиями Связками Очень много Приемов На связочный Аппарат Потому что Именно Они Держат Вот эту Костную Структуру И При Любом При Любом Заболевании Надо Воздействовать На В первую очередь На связочную Структуру Как ни странно Не на кости А на связки И Всем известная Йога Занимается Тем же самым Они Специальными Упражнениями Статикодинамическими Укрепляют Связки А эти Связки В свою очередь Не дают Позвонкам Уже Разъезжаться Поэтому Свои Методики Я Показываю Использую Методы ЛФК Физкультуры Зарядки И Снимаю Эти зарядки Выкладываю На ютубе На канале Потому что Многие люди Не имеют Специального Образования И не знают Какую зарядку Делать При том Или ином Заболевании Я им Разъясняю Вот Вот Пришел ко мне Человек Жалуется Положили Мы боль Убрали Он потом Говорит О а что дальше Делать Оно же Все вернется А я ему Говорю Нет Дорогой Если будешь Делать Такую-то Такую-то Зарядку Говорю ее Название И она Говорю Находится На моем Канале Ютуб Он приходит Домой Смотрит ее И спокойненько Уже выполняет Потому что Я ему сказал Это название И конкретно Для тебя Конкретно Вот это И говорю Сколько раз В неделю Сколько По продолжительности И так далее И тому подобное Те люди Которые выполняют Мои рекомендации Обращаются Ко мне Два раза в год Это мы Как бы Моя рекомендация Всем людям Править позвоночник Два раза в год Для профилактики Вот Потому что Существуют Мелкие сдвиги Существуют Мелкие блоки Существуют Сквозняки Простуды Плохие подушки Плохая постель И существует Самое главное Лень Человеческая Которому всему виной Вот так вот То есть Ты хочешь сказать Что обычными Упражнениями Которые Ну Теми упражнениями Точнее Которые ты рекомендуешь Не линясь Можно себя содержать В порядке Да И не только я говорю Но всем знаменитый Профессор Мануальной медицины У нас на Украине Доктор Шитиков Говорит то же самое Ленивый человек Платит Костоправу Или мануальному терапевту Или остеопату Неленивый Занимается И никуда не ходит Вот и все И так же самое Говорит Те же самые слова Говорит мой инструктор По айкидо Вот И инструктор По йоге Олег Лених Который Преподает Йогу 23 Всем известная Йога То есть Занимайтесь йогой Занимайтесь Зарядка Физкультурой Гиподинамия Дело в том Дело в том Что Люди Хотят Заниматься Костоправством Хотят Заниматься Массажами Хотят Совершенствоваться Но у них Нет времени Читать книги Или учиться В институте 6 лет Или ездить На всевозможные Семинары И так далее Но опять же Финансовый вопрос Время Ну и лень Опять же Вот И Зачем я обучаю Своих Студентов Своих Коллег Которые приходят Ко мне На семинары Это в основном Практикующие Массажисты Практикующие Мануальные Терапевты Врачи Вот Потому что Человек Который будет Заниматься Крамолой Он будет Находиться В связи С космосом Я это так Называю Уже я похож На Диму Лапшинова Но все-таки Она и есть Эта связь С космосом И она Нам открывает Знания Можно Любую Книгу Прочитать Только Как в фильме Не открывая Ее Вся эта информация Есть в космосе Она витает В виде радиоволн Вот радио Что же Мы Не видим Эти волны И мы не можем Человек не может Воспроизвести радио А какой-то радиоприемник Покрутил ручку Настроил И он Настроил И он уже вещает Понимаешь Так же самое Все знания Есть в космосе О мануальной Медицине О костоправсе Об остеопатии Об хирургии Все это есть В нашем эфире Который Нас окружает И вот Крамола Помогает Развить Эти умения И считать Информацию Оттуда И Процесс Обучения По крайней мере В той программе Которую я Разработал Разрабатываю Совершенствую Занимает Два года Основной курс И год Специальный Три года А в институте Это шесть лет Понимаешь И то После большинства Институтов Студенты выходят Балбесами Им потом надо Еще аспирантуру Пройти Или Как это Ординатура Экстернатура И так далее Тому подобное То есть на практике Они уже Что-то начнут Смогут делать Когда займутся практикой А так У них останется Только теория Мои же студенты Они Практикующие Практикующие Ученики Понимаешь Вот И знания Крамолы Ну Объясню На простом примере Вот смотри Все знают утку Да Какой у нее мозг Маленький Маленькая голова Да В общем да Не отличается На большими размерами головы Вот Тупая Да Маленький мозг Как скажи мне Эта утка Без GPS навигатора Без компаса Без мобилы Находит теплые края За 7-8 тысяч километров И обратно возвращается А современные люди В Москве едут От одного района В другой И без навигатора Обойтись не могут Ну или там По дороге Понимаешь Разучились люди Считывать информацию С эфира Раньше люди В лес заходили Не блукали А ходили Знали Там мух растет На север Там солнце Светит с восхода По звездам Ориентировались Понимаешь По волнам По луне А сейчас Без мобиль Без мобильника Без этого Навигатора Никуда Понимаешь Почему говорят Люди деградируют Люди деградируют Вот как раз В этом плане Что мы От своих У тех Инстинктов Охотничьих Которые вырабатывались У нас Миллионами лет Потому что люди Были собирателями Раньше Да Они искали Эти фрукты Ягоды Корешки У них Эти инстинкты У нас У людей Заложены Но так как Появилась Современная техника Она это облегчает Люди Пользуются Этой техникой И в результате Неградируют Тупеют Вот понимаешь О чем я Это утрирую Ну специально Но это ж понятно Да Вот В машине Сидим за рулем Геморрой зарабатываем На работу Два часа туда Два обратно На работе Восемь часов И дома Сидя кушаем Сидя читаем Сидя телевизор смотрим Вот и есть Гиподинамия Нарушается Кровообращение Седалишного нерва Развивается Геморрой Потому что там Ущемляются Все сосуды Я советую Всем Кушать Хотя бы стоя Вот Телевизор Смотреть Стоя Если смотришь За компьютером Работать Или стоя Или на коленках Подушку положить Или детям Использовать Не парты Не столы А конторки О конторках Говорит И базарный Всем известный Врач Который Внедрил Еще в 92 В втором году В Калмыкии Школы Школы Которые Которые Конторки Они стоя Обучаются Там такое Интересное Обучение Понимаешь Вот эти Все моменты Если использовать В повседневной жизни А можно спокойно Использовать Их Все Мы Мы можем Изучать Уже Крамалу То есть Крамала Это практика Едешь За машиной Не смотри В этот Навигатор Мозг Напрягай Интуицию Пошел В поход Так же Само Заблудишься Жить Захочешь Найдешь Источник С водой И лагерь Как у меня Было В Карпатах Понимаешь Вот Делать Практики Соответствующие Делать Походы И тренироваться Понимаешь Пойти В поход Не с полным Рюкзаком Провизии А только Топор Веревка Взять Все Больше Ничего И посмотрим Как мы Дойдем Тысячу Километров Понимаешь Вот где Будет Практика А без Этого Мы будем Деградировать Через Десять лет Еще Внедрят Чипы Нам в голову Да Вот Штекер Будем только Втыкать И вынимать И все И не будем Никуда Двигаться Понимаешь Я о чем Да Понимают Но то что Чипы Сейчас уже Внедряют Это уже Не секрет Только Единственный Штекер Еще пока Никуда Не всовывают Но то что Ты сравнил Людей с утками Конечно С овцами Иногда Приходится Сравнивать Потому что Создали Такие условия В которых Человек Ведет себя Именно Как овца Который Дали Пожевать А она радостная Не дали пожевать Она заблеяла Показывает Где и пастись Куда ходить Куда не ходить Если не согласен Пинками в загон И так далее Здесь да Сравнения были Но вот с утками Первый раз Так сравнивают В эфирах у нас Это да А я люблю Этот пример Показывать Своим ученикам И говорю А вы попробуйте Дойти до тех островов Куда утки Долетели Они Они же долетели И не дошли Представляю Если бы утка Шла до тех островов И не летела Ну хорошо Давай возьмем Кошку Все знают Кошек Завозят на поезде На Дальний Восток И они в Москву В Питер Пешком возвращаются По интуиции Чувствуют Я о том Что Мы тоже Живые существа И мы не глупее Уток Барашков И кошек Понимаешь Я за то Что развивать Эти способности Которые мы утратили Ведь когда-то давно У нас не было Девятиэтажных домов Не было компьютеров Мобил Компасов И мы жили С природой вместе Что значит С природой вместе А вот Собаку приучили И шли с ней На охоту Куда-то В поход Понимаешь Собака нюхает И человек смотрит За повадками Понимаешь 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 Только вот вопрос Ты говоришь У нас не было Таких домов А как же Те великие Мегалиты Постройки Которые находят По всей земле И весь север России Он просто Ими заставлен Вся Сибирь Заставлен Ими Это же каким-то Образом строили Не просто так Ведь при помощи Каменного Топора Такие Громадины Высекали И ставили Хорошо Так вот Пожалуйста Подумай Как строились Как поднимались Эти камни Глыбы здоровенные Когда не было Кранов Я бы не стал Их поднимать Я бы их заливал Тем более Такие технологии Сейчас уже открыты Известны хорошо Когда искусственный Мрамор делает Искусственный гранит Просто заливаешь Да и все И те же самые Камешки Если на них посмотреть Как на юге Так и на севере Они сохранили Следы У той опалубки Ну А технологии Строительства Я хотел не о том Сказать Я хотел сказать Как они дошли До этого Понимаешь Я готов Версию Ты спрашиваешь Я сразу готов Тебе ответить Здесь две теории Даже три теории Которые самые распространенные Там можно Четыре и пять добавить Но самые три распространенные Одна из них Говорит о том Что некий Господин Здесь появился После того Как боги Создали все В округе И как наместник И он создал Здесь все Потом из праха Создал человека И вот по этой линии Что-то идет Это первая теория Вторая теория Эволюционная По Дарвину Которые Дарвину Приписывают О том Что сначала Здесь все эволюционировало В конечном моменте Что-то произошло такое Что стало появляться Человекообразное Стало появляться Человекообразное существо И из него уже Эволюционул человек И когда он Эволюционнул Когда он развился То он Значит Стал таким умным И стал себе Придумывать богов Стал придумывать Еще что-то Развиваться Технологии какие-то Ну и дошел до того Что мы сейчас имеем Тупиковая Между прочим Теория Которая Должна отвергать Вот этих расмегалит О которых мы говорим То есть Все в обратную сторону Как будто происходило Вот И кстати Первая теория Тоже разваливается Потому что Как бы После потопа Остался только Ной с сыновьями И Откуда появились Разные цвета кожи Да И разная генетика Об этом Все молчат Да Ну ладно А третье Которое мне больше всего нравится Это то Что Те Кто здесь появился Это были Изначально Люди Азы С высоким уровнем развития То есть Боги Наши предки От которых В принципе Все идет И которые Здесь Дали нам сразу Знания То есть То что называется Веды Ведическая основа И эти знания Передавались Точно так же Как сейчас Передается От отца Сыну От деда Внуку Вот все передавалось Но со временами Просто происходили Какие-то катаклизмы Потеря знаний Происходила Были какие-то Корректировки Разделения На рода Разделения Там еще на что-то На различные традиции Ну все-таки Территория-то Большие были Да и Много тысяч лет Здесь жили Много миллионов тысяч И существовали Здесь многие миллионы Поэтому вот Три теории существуют Вот по мне Так больше Подходит из того Что я наблюдаю В прошлом И вижу Как там в прошлом Что-то было Наблюдая за окружающим миром Мне больше подходит По моему мировоззрению Как раз вот третье Первое Несостоятельно Потому что Многое не объясняет Многое упрощено Второе Несостоятельно Потому что Должно отрицать Много чего другое И так далее Поэтому я думаю Просто были знания Даны И все Даны Даны Ты используешь Даны А кто дал Как дал Не говоришь Нет Я же сказал Когда здесь Славянская космогология Изучение космоса И знания космоса Она очень древняя И когда мы говорим о том Что все-таки Наши пращуры Оттуда сюда пришли Пролетели То для того Чтобы летать там Необходимо иметь знания Намного больше Чем сейчас мы даже имеем И знать И о вселенных И знать о мирах И знать о структурах И о мире явном О мире навном И о мире других мирах Которых мы не знаем И о энергиях Которых мы сейчас Не ведаем Не знаем Поэтому вот эти все знания И по здоровью И об окружающем мире Они были известны Их просто использовали То есть открывать нам Здесь ничего не приходилось Единственное Что приходилось Может быть Подстроиться Под условия жизни Здесь на земле Потому что все-таки Каждая земля Она Ну имеет какие-то Свои энергетические Особенности Может быть Температурные Световые Ну и все остальное Растительные Может быть Так что Оно другого Не исключает Я понял Но смотри Я говорю чуть-чуть О другом Ты говоришь О знаниях Как о предмете Изучения А я Говорю Крамала Как методология Изучения Понимаешь? Согласен с тобой Я же это не исключаю Я говорю о том Что знания были даны Да А теперь просто Ваш компьютер Интернета Не было Да Ну вот хотя бы 50 лет назад Не было интернета Не было компьютера Я еще учился В школе Не было этого всего Раститель короткий срок Согласен Да Я просто сказал Давным-давно Когда что-то было А сейчас естественно В том что ты говоришь Правда И как Как сейчас студент Получает знания В том же медицинском вузе Ему дали задание Курсовую работу Он заходит на гугл И что? Пишет Курсовая работа Там Медсанчасть Там Анатомия сердца К примеру Да Скричал Подкорректировал Убрал буковки Пым Распечатал Все готово Понимаешь? Методология какая Раньше такого не было И люди Люди Заставляли Себя Чему-то Обучаться Сейчас Практически люди Не обучаются Они копируют Понимаешь? Как матрица Этот фильм Матрица Точно правда Один человек Другой человек Третий Родители Дети копируют Родители Понимаешь? Они это видят Сами копируют Согласен Вот ты что и рассказываешь Это как раз та методология Которая позволяла Нашим родам Столько долго Удерживать тебя знания Потому что Одно дело тебе Показали А другое дело Что ты ощущаешь Это все-таки Несколько разной вещей Одно дело медведю Показать Как надо на велосипеде кататься А другое дело Чтобы он ощутил Как кататься Но это в упрощенном Медведя и обезьяну Что-то делать А вот Моя задача Как преподавателя Крамалы Дать людям Методологию Изучения Чего-либо Я делаю Вы ничему не научитесь Все семинары Будете смотреть Только здесь На татаме Через боль Через пот Через занятия Через Вы получите Эти знания Так вот Наши предки Так же само Они трудились Они Воевали Они строили Они что-то делали Куда-то стремились И Вот это и есть Правильная методика То есть Они жили с солнцем Вставали даже Некоторые еще До восхода солнца И трудились То есть В труде В поту Человеку Открывалась истина Понимаешь Есть такая пословница До сих пор Из-за дурной головы Руки страдают Да Если человек Не включает мозги То он делает Это руками Вот тебе и ответ На то Как были построены Эти Мегалиты Мегаполисы То есть Я сейчас точно Не скажу как Я хочу только сказать Через труд Они были построены И они включали мозги Как они их включали Вот Вот это может И есть Те секретные знания До которых Нам надо докопаться И если мы докопаемся То мы сможем Что хочешь построить Понимаешь Все правильно Просто В данном случае Мы с тобой говорим Об одном и том же Есть знания Передающиеся А есть Освоение знаний То есть Есть информация А есть освоение знаний Перевод их в практику Практические действия Если у человека Неразвиты Какие-то органы Чувства В этом случае Бывает тяжеловато Что-либо почувствовать Если у человека Неразвит мозг То тяжеловато Бывает что-либо Осознать И если у человека Неразвит просто Руки неразвиты В этом случае Бывает трудно Что-то сделать Бывает так говорят У тебя руки Откуда вообще растут Давай конкретнее По методике Развития рук Если мы уж коснулись На своих семинарах По кастопрасу Думаю это будет Всем интересно Я развиваю Своим студентам Чувствительность рук К примеру Простой предмет Я беру мешок Обыкновенный С мешковины Группы Беру деревянную палочку Разламываю ее На три части Я говорю Соберите ее вместе Когда человек Ее видит Студент Он спокойно Ее собирает Без проблем Да Ну состыковывает А когда я ее ввожу В мешок Я говорю Делайте это Через мешковину О Тут уже уходит Минут 15 Ее собрать Потому что Не видно С какой стороны Куда втыкать Понимаешь Вот К примеру Вот Более сложный прием Разбить глиняный кувшин Засунуть в тот же мешок И собрать его С закрытыми глазами То есть не видя Склеить Вот так Вот так вот Развивается Чувство умения Но это вот Насчет методик Если Если кому интересно И таких методик В кастоправстве В народных знаниях Осталось Довольно много А в современной В современной Медицине Отсутствуют Такие методики Вот Различие Кастоправства От мануальной Терапии К примеру Мануальная терапия Изучается в УЗИ По книгам По каким-то Методичкам По учебникам По Может Видеоматериалам Скелет Препараты Но нет практики Студент Шесть лет Проводит В теории И только После этих Шести лет Он идет Экстернатура Дальше Там Или еще Какие-то там Много разных Разветвлений Он получает Практику А шесть лет Он Он чисто портит Зрение Читает эти книги Понимаешь Если читает Это хорошо Если он читает И сам делает Дипломы А не качает их В интернете Вот На моих занятиях Нету Такого Что я Сделайте мне Курсовую работу По сердцу Там Или там По мышцам По костям Нет Студенты Ко мне приходят И Я задаю Конкретно Вопросы И он На На другом студенте К примеру Или на модели На человеке Уже показывают Вживую В реале Вот Вот понимаешь Методики Разные обучения И Приведут К конечному результату К разному Вот С института Выйдет Врач Мануальный терапевт С большими знаниями Может Теоретическими Но опыт Маленький будет На ком Скажи Он в институте Будет тренироваться К примеру Править шейные позвонки Никогда в жизни Не правят На своем преподавателе Или на студентах Он будет править На трупах На трупах А нет А на трупе Хирурги тренируются У труба Не работает Мышечно-связочный Аппарат У него Позвонки Все Не в тонусе Мышцы Развалены То есть Нету смысла Там тренировки Не будет Понимаешь Да ты так говоришь А многие считают Что все нормально Те которые учатся Говорят Вот показали нам Косточки на месте Там поставили Сшили ткань какую-то Показали Как стежки делать Как накладывать Она не рабочая Ну вот Это ты так говоришь А вот те которые учатся Они считают Что нормально Все правильно Их обучают Поэтому у нас так и идет Не пойми что Что на трупах учатся Кстати у нас заканчивается Это время 30 минут И надо на музыкальную паузу Переходить на очередную Давай Мы с тобой так активно общаемся Давай Сейчас мы послушаем Песню про Я думаю Сейчас узнают ее Все что буду сейчас Объявлять Про коня Народное Славянское радио Возрождение Руси Продолжаем разговор Продолжаем разговор На народном славянском радио Напомню 27 января 2016 года Среда По одному из современных календарей По одному из старинных Шестой день Месяца В юг Стужи 7524 лет Костопра Костопра Как метод современной медицины Такова тема Живого эфира Сегодняшнего Казак Костоправ Виталий Казакевич Главный соведущий Очень у нас Интересная Получается Беседа И идут уже Вопросы Из чата Поговорим еще Или вопросики Поздаем Давай вопросы Да Будем вопросы Давать Ну что ж Давай вопросы Задавать Так Вопрос в эфир Ответ до мира Из Калуги Что можете сказать О книгах Мамаева Путь к волхву Костоправ Хорошая книга Я Два раза Перечитал И путь Волхву И Костоправ Вот Сыну своему дал Очень интересная Его поучительная история И Кстати Тоже Мамаев Он дает методы Обучения Через Крамалу Мне там нравится Очень пример Когда его Два ученика Сели Попой на стол А Ногами К огню Он их сложил Двумя ударами Вот Тоже занимается Костоправ Боевыми искусствами И сказал Вы Сделали Неуважение К огню Ноги просунув И на стол Откуда мы Принимаем Еду Трапезничаем Высвели Попой Вот По методу Крамалы Он им быстро Объяснил Что не надо Так делать Хорошие книги Читайте Хорошие книги Да И главный метод Хороший Быстро доходит Толковый Такой жизненный Понятно Ладно Хорошо Давай дальше Посмотрим Вопрос Киевестник Богов Задал вопрос В эфир Называй себя Олегом Из Иркутска Виталий Существует ли В твоей методике Профессиональной Деятельности Лечения Коксатроза Тазобедренного Сустава Можно ли вообще По твоему мнению От него избавиться Повредил при занятии Тяжелоатлетикой Вторая степень Болячки Прошу помощь Советам По данному методу От души благодарю Да Можно Избавиться И в моей практике Были случаи Я Вылечил С четвертой степенью Коксатроза Но там Была Разрушена Не Головка Бедренной Кости А была В шейке Трещина Пациент Лечил у меня Грыжу После того Как мы Вылечили Грыжу Он все равно Продолжал Жаловаться На боли В ноге Я тогда Протестировал Сделал Специальные Тесты И заподозрил У него Коксатроз После чего Он пошел Делать рентген И когда Сделал рентген Пришел на следующий день С поникшей головой Врачи поставили Четвертую степень И сказали Срочно Ложиться На операцию Причем Его Лучший Друг И кум Врач Как раз Который Делает Такие Операции И он Ему Не заподозрил Этого Коксатроза Хотя С ним Встречались Каждый День Вот Так Современная Медицина Делает Диагностику Без рентгена Никуда Я у него Определил Это руками И Этими же Своими Ручками Вылечил Ему Коксатроз Это было Три года Назад Четвертая Степень Он до сих пор Не делал Операцию Не Менял Сустав А всем Известно Что сустав В жизни Можно Менять Два Раза Первый Ставится На 8-12 Лет Второй И того Меньше На 7-8 лет Все После этого Если человек Еще живет А Время Прошло То Ходи Всю жизнь На костылях Или лежи Лечить Можно Методика Довольно Сложная Но Сложная В каком Плане Работать Надо Трудиться Поднимать Кровообращение От Забедренного Сустава Делать Специальную Зарядку Если Вторая Стадия То Я думаю Там Ничего Страшного Нет И вторая Женщина У меня Была С третьей Стадии На Одном Бедре Ей уже Сустав Поменяли На Втором Я Врачам С Клапом Не дал Ей Сделать Этого Вылечил Ее От Коксартроза Есть Практика Ей Было У меня В жизни Два Конкретных Таких Случая Эти Люди Живут Херсоне Телефоны Снимки Их Не Есть Так Что Могу Если Надо Советом Как Это Лечить Но Это Уже Пишите Письма Буду Отвечать Ну Хорошо А какой-то Практический Может быть Совет Можешь Дать Этому Человеку Что Может С чего Начать Что Самому Какие-то Предпринимать Действия Обязательно Самомассаж Утром И вечером Ложимся На здоровый Бок И больной Сустав Растираем Рукой До Гиперемии До Покраснения Кожи Чтоб Кожа Аж Горела Можно Использовать Разогревающие Мази Бальзамы Я Допустим Люблю Сам Делать Но Из Народных Посоветую Живокост Настойки На Крапиве Посоветую Красный Перец Ну В общем Любой Любой Препарат Тот же Самый Даже Можно Использовать Самогон Чтобы Поднять Температуру Разогнать Кровь Лучше Конечно Мазями Различными Ходить К профессиональному Массажисту Еще Сделать Курс Массажа На бедро И после Того Когда Боли Уйдут Только После Того Дать Бедру Отдохнуть Еще Начинать Делать Зарядку Ну Зарядку Так На словах Не Объяснишь Вот Буду Наверное Снимать Видео Еще Запросов У меня Не было По Коксартрозу Тут Надо Снимать Видео Объяснять Показывать Потому Что Разная Степень Мужская Женская Будет Разная Зарядка Что Хочу Сказать Снять Все Нагрузки С ноги Если Есть Лишний Вес Похудеть Не Заниматься Штангами Не Заниматься Борьбой Не Крутить Велосипед Не Бегать Не Прыгать Ходить Медленным Размеренным Шагом Хорошо Помогает Скандинавская Ходьба Вот С палками С опорами На палки От лыж Скандинавская Ходьба Вот Хорошо Будет Помогать Упражнения В воде Вот В бассейне Вот Вкратце Здесь Пишут Что-то Еще Быстро Хорошо Помогает Пихтовое Масло Можно Смазывать А вот Такой вопрос Последнее время Очень часто Я уже Наталкиваюсь На солевые Повязки То есть Сделать солевая Повязка Накладываться На больное Место И Такие Происходят Интересные Явления Воздоровления Тех болезней Которые Давно Врачи Пытались Исцелить Но не Получалось Вот Ты в своей Практике Солевые Повязки Пытался Применять Был Тебе Я не пытался Я всегда Применяю Если Зайти на Мой сайт Или в группу При записи У меня Это стоит Обязательным Условием До правок И после правки Греть Больные места Солью Природной Соли Можно морской Можно Любой Но не больше Трех раз Потому что Соль Это Минерал Он Натягивает На себя Отрицательную Какую-то Энергию Плохую Три раза Погреть его На сковородке Погреть свое Тело И Выкинуть Или посыпать Сейчас Снег На улице Солью Чтобы Добро Не переводить Вот Использую Конечно Но в данном Случае Для кокса Артроза Соль Не подойдет Лучше Использовать Мази Вот Там Надо нам Поднимать Кровообращение Вот А соль Поднимает Просто Температуру Без Без Сильного Кровотока Виталий Я имел ввиду Не разогретая Соль А имел ввиду Солевые повязки Когда Размачивает Солевые 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 Повязки Тоже Это если Больные колени И у человека Артроз Или артрит Неинфекционный Можно использовать Солевые повязки Конечно Эти методы Тоже использую Берется Очень просто Целлофанка На нее Ложится Марлечка Скрученная В несколько Слоев Вот Растворяется Соль Очень Чтобы был Такой Насыщенный Электролит То есть Чтобы Не жидкая вода Но чтобы она была Вязкая Вот как снег Мокрый Насыщенный раствор То что называется Да Да Ложится На эту Марлю Приматывается К нае Бинтом Эластичным На ночь И вот Артрозы Коленные артрозы На ура Помогают Этот рецепт Дает еще Неум Всем известный Неум Ивакин На ютубе Рассказывает Профессор Основатель Космической Медицины Вот Очень хороший Старинный Дедушкин Рецепт Мой дед Так делал Я просто Маленький был Ну запомнил Вот Хороший Рецепт Соль Пропитанная Вода Солью И внутри Йод То есть Йод Не снаружи Где прикладывается Не мазал На тело А внутри Приложил Целлофан Как ты говоришь Целлофан Сверху Полиэтилен Положил И потом Сделал Как компресс Сверху Чтобы еще Прогревалось И наночеловека Оставил И наутро Он встает Так что-то Двигается Говорит Слушай У меня так все Задвигалось Хорошо Как-то Прямо Этой боли Все пропали Вот это Я Что-что Сам могу Подтвердить Пробовал Но единственное Я еще Йод добавлял Чтобы усиление Насыщение Ну на самом деле Такой рецепт Часто нельзя Использовать Потому что Свинец Это тяжелые металлы Один-два раза Можно Если помогает Но регулярно Нельзя Он через кожу Будет проникать Все-таки Согласен Согласен Просто сейчас Даже и свинцовых То нет Я говорю В те времена Вдалекие Когда еще А сейчас То уже этого нет Сейчас просто Бумагу берешь И складываешь Хорошо Я думаю Что вопрос Мы рассмотрели И какие-то рецепты Дали Давай дальше Посмотрим Что у нас еще Из чата Приходило Так Ярагор Вопрос В эфир Виталий Расскажи Про Несколько Несколько Популярную Тему Оправки Атланта Многими Так Многими Заявляется Многими Заявляется Что чуть ли не У 99% Атлант Стоит неправильно Но это заявление Подвергает критике Многие другие врачи Как определить Правильно ли Стоит Атлант И какие Проявления Должны быть При его установке На место Как раз мы с тобой До эфира Говорили И видишь Ярагор написал То есть Давай начнем с того Первое Что это такое За Атлант Тем кто еще Не в курсе Чтобы понять Второе Что заправка Для чего она нужна И в каких случаях Применяется И как диагностироваться Вообще смещен Атлант Или не смещен Давай с этого начнем Ну первый Атлант Это самый верхний Шейный позвонок На котором Стоит голова Он напоминает Форму Обыкновенного Кольца Шайбы И он служит Прокладкой Между Вторым шейным Позвонком И черепом Это как бы Наш камертон Камертон Наших всех Биомеханических Структур В позвоночнике И нашего здоровья Атлант Соединяется С аксисом Со вторым Шейным позвонком В одну Единую Морфологическую Структуру И его нельзя Рассматривать Отдельно Как править Многие Правки Атланта Он соединяется Со вторым В одну Структуру Потому что Крутится Вокруг Так называемого Зубовидного Отростка Это как Штырь Такой Направляющий А второй Стоит на третьем И вот Первый Второй Третий Позвонок Это Самая Главная Основа Нашего Позвоночника Потому что Сквозь эти Позвонки Проходят И разные Артерии Сосуды Там очень Много Нервов И так далее Тому подобное Медиками Современными И Целителями Уже доказано Что Неправильное Положение Атланта У детей Приводит К развитию Сколиоза В 12-15 лет Вот почему У некоторых Детей Есть сколиоз А у других Нету У кого Была Родовая Трама Или Если ребенок В детстве Свернул Атлант Шею Ну Вот В старину Использовалось Такое выражение Свернул шею Да Вот Они там Сильно не разбирали Что Ну Понятно Свернул шею Сместилась Вот эта Единая Марфологическая Структура И Как следствие В 12-15 лет Развился Сколиоз Если У ваших Детей Наблюдается Сколиозные Проявления То 100% У них Смещен Атлант Это Как Диагностировать Если Ребенок Жалуется На головные Боли На Слабость Ума На Зрение Кровь Сноса Течет Это 100% Смещение Атланта Вот Я сам В детстве Через это Все Прошел Потому что У моей Матери Были Тяжелые Роды Меня Задушили Вообще Простынями Выталкивали Через живот Родился Без Крика Задушили И потом Еще Второй Раз Я в детстве Нурнул И Головой В песок У меня Было Сильное Смещение Атланта С носа Кровь Текла Мне Через год Поправили Поэтому Сколиоз Не успел Разбиться Если Ребенок Ходит Долго Со Смещенным Атлантом То Сколиоз Будет Развиваться В любом Случае Об этом Написал Диссертацию Профессор Лиев Ставровольская Медицинская Академия Защитил Он Докторскую В 98 году Это статья Есть и на Моем Сайте Мануалка Точка Ком И в Интернете На Медицинском Сайте Диссертация Точка Руш Ну как-то Так Называется Сайт Там Где Выложены Все Диссертации То есть Это 100% И Если Некоторые Врачи Говорят Что Это Неправда То Просто Они Не Разбираются В Данной Проблеме И Не Изучили Соответствующую Литературу И Просто Они Работают Не в той Направленности Ну к примеру Как врач-стоматолог Может Знать Вообще О позвонках Об Атланте Он занимается Зубами Или терапевт А позвоночником Занимается Только Врач Вертебролах Или Мануальный Терапевт И То Если У него Тоже Вот Именно Направленность Шея Шейные Позвонки Потому что Это Отдельная Тема Отдельная Медицинская Такая Как бы Глава Большая Там Шея И другая Биомеханика И так далее И тому подобное У взрослых Если Роды были Нормальные Если Ничего Не произошло Никаких Травм Не было Когда Ребенок Растет Атлант Может Смещаться Из-за Нехватки Витаминов Вот Из-за Чего Так что Многие Заявляют Что Практически У 99% Людей Атлант Смещен Я скажу У 100% Атлант Смещен Атлант Смещен Только У тех Людей Которые Об этой Проблеме Знают И вовремя Ее Устраняют Это Даже Не 1% Это 0,5% Наверное Если Ребенок Хорошо Родился Если Не падал Нигде Но у него Была Нехватка Витаминов Мышцы Развиваются Неравномерно И смещают Соответственно Атлант Или Аксис В свою Сторону Сильные Слабые Проигрывают Сильные Не секрет Что у нас У нас у всех Мышцы Разной силы Сравните Правый Левый Бицепс Ноги Руки Вы увидите И объемы Разные И силы Разные Так же Само Мышцы Шеи Развиваются Неравномерно Эту Идею Очень подробно Разработал Врач Вертебролог Травматолог Губин Из Санкт-Петербурга И в 2010 Году Выпустил пособие По врачей Для врачей Защитил Диссертацию И он как раз Доказал Что у детей Симптом ААРП Атланта Акцепитальный Рационный Подвывих Возникает В ноябре И весной В апреле Когда идет Как раз Авитаминоз Это доказано Вот Врач Вот И на моей практике Я вижу то же самое Если детки Плохо питаются Если у них Нехватка витаминов А такое питание Практически У всех Мы тут даже Не будем Об этом говорить Да То Атлан Смещается тоже Мы вот допустим Живем С дочкой В селе Но я хочу сказать Что вот Когда она была Маленькая Полгода Мы яблоки Если своего Огорода Не давали Вот Потому что Была жуткая Аллергия Кислотные дожди Понимаешь Подземные воды Плохие Вот Откуда возьмутся Витамины Потом Во взрослом возрасте Получается Если у нас Атлант Во время родов Не сместился Ну во время родов По данной статистике Медицины Смещается До 8-7% Максимум Где-то Я в какой-то Литературе Читал 12 А так Практически Все нормально Рождаются Но потом Живет Ребеночек К примеру Не падал Это Если родители Уследят Чтобы он Нигде головой Не полетел Я он За своей дочкой Не могу Уследить Она на диване Скачет Прыгает И на голову Вот только Сегодня Она Так прыгнула На голову Прямо Крутанула Вообще Ну у детей Шейный аппарат Он хорошо Разве Он к этому Приспособлен Но все равно Они падают С велосипеда С турника С дерева Я свое детство Вспоминаю Сколько я раз Деревья падал Потом ныряют Потом опять же В школе Долго криво сидят А длительные Статические нагрузки Способствуют Очень сильному Спазму Шейных мышц В первую очередь Потому что Шея Она всегда Мы же глазами Смотрим Головой Крутим Шея Первая Несет на себя Эту нагрузку И тоже Происходит Смещение Потом уже Ребеночек Взрослеет Идет на тренировку На бокс На карате На айкидо На гимнастику Там тоже падает Ну на футбол Да Подкаты Опять же Падение Травмы Но нету Такого ребенка Который не упадет В результате Взрослой жизни Мы подвергаемся Сквознякам Мы подвергаемся Кондиционеру Да Он дует То есть Перепады температур Опять же Травмы Связанные С профессией Понесли на плечах На спине Там мешок Чего-то Какой-то ящик Подняли Рванули В общем И так далее Тому подобное Автомобильные аварии Не дай бог Потом Самое главное У взрослой жизни Психосоматические расстройства Уже доказано И Американскими Учеными И нашими Психотерапевтами Что психосоматические Проблемы Приводят к зажимам Шейных мышц В первую очередь Передним лестничным мышцам Вот Которые прикреплены К аксису И смещают Они аксис Свою сторону Следствие И атлант смещается И смещается Вся эта Марфологическая структура И подушки плохие И спим На плохих матрасах Не все имеют возможность Купить хорошую Ортопед кровать На нее Ортопед матрас И ортопед подушку Потому что Эти вещи Очень дорогие Вот Опять же Очень долгое время Я уже говорил Проводим за компьютером За рулем Что опять же Напрягает мышц В первую очередь Мышцы шеи И происходит Сдвиг шейных позвонков Поэтому я и заявляю Что практически У всех позвонки Шейные смещены Не только атлант Но и другие И они смещаются Опять же Если человек Продолжает Такой образ жизни Поэтому Правиться надо Два раза в год Всем Вот Я могу С любым Доктором Поспорить Я могу делать МРТ КТ Рентгены Человеку Раз в полгода И мы будем Видеть Сдвиги шейных позвонков Потому что Развивается Так называемая Нестабильность Шейного отдела По этому поводу Я снимал Своё видео На канале Ютуб Выложил И Дипломная работа У меня была В институте Как раз По этому вопросу И на базе Я сейчас Пишу Диссертацию Там Очень глобальная Тема Ну Это Чтобы Подробно Говорить Просто Надо делать Презентацию Этой работы Там Куча листов Куча снимков И Анализируя Современную Медицинскую Литературу И простор Интернет Я могу Соответственностью Заявить Что До сих пор Ни один из Врачей По крайней мере В постсоветском Пространстве Не исследовал Эту тему Полностью И досконально Потому что Я как раз Пишу диссертацию По этому поводу И Нету Ни одной Диссертации Которая Полностью Следовала Весь комплекс Атланта Акцепитального И атланта Аксиального Сочленения Нету Вот Если у кого-то Есть такая работа Диссертация Или книга Пожалуйста Пришлите мне Вот Но я занимаюсь Этой проблемой Долго лет Постоянно Пишу свою диссертацию Вот Просидел Последние две недели За компьютером Не вылазя И так годами У меня Так что Я в этом разбираюсь И могу заявлять Ответственно Хорошо Значит Давай тогда Я чуть-чуть Что тоже уточню Шейный отдел позвоночника Стоит из семи позвонков Это информация Для радиослушателей Благодаря своим особенностям Обеспечивает подвижность шеи Главным отличием Этой части позвоночного столба И является Наличие двух Специальных сегментов В медицинском практике Они называются Атлант И эпистрофия Или Аксис Аксис Да Вот как раз Про эти два Благовы говорим И именно эти позвонки Позволяют человеку Уполнять всевозможные движения головой То есть Понимаете Если чуть-чуть сдвинуто Не только человек затруднен В движениях Но ведь через Вот эти вот Позвоночный столб Верхний Идет сообщение головы Со всем телом А это очень важно Поэтому если вдруг Какие-то проблемы есть Они так или иначе Не только на подвижность человека Влияют Но еще на умственные способности А из этого исходит все остальное И вот Николай 25 Продолжение темы По Атланту пишет Акушеры как будто Специально сворачивают шею детям Как быть? Сразу здесь гриф пишет Рожать дома Ну и так далее То есть здесь ответы сразу пошли Страна советов Ведь у нас Не так давно была Нет, акушеры не специально Сворачивают шею И у меня есть статья В моей группе Клуб Атлант Но по-моему Она на сайте тоже есть Я писал про эту проблему Все акушеры знают Ну все нормальные акушеры Знают про Атлант Про то И процесс родоспоможения Происходит таким образом Нормально естественно Чтобы ребенок вышел сам Проходя родовые пути Мать помогает ему Путем сжатия мышц Своих мышц Родовых матки И так далее Вот Но природа устроена Таким образом Что практически У каждой женщины У нас на планете Неправильно стоит таз Тазовые кости Вот И они их не правили Об этом знает Вся современная Медицина степаты И народные знахари Лекари и повитухи Так вот Они неправильно раскрываются Не полностью Многие женщины имеют Узкий таз А дети У нас сейчас идет Акселерация Посмотрите Какие рождаются Четыре Четыре Двести Пять Были такие экземпляры У меня В Самаре Ребенок Шесть лет Выглядит на десять Я спрошу Сколько он родился Пять сто Вот Крупный ребенок Естественно Ну там и мама была Немаленькая Но все равно У нас идет Как это называется Когда дети большие Акселерация Вот идет Плод большой А проблемы у женщин с тазом Опять же Почему проблемы с тазом Женщины как и мужчины сидят И учатся так же само В школе Смотрите Десять Сейчас Тире Двенадцать лет в школе Пять лет в институте Пять-шесть лет в институте И на работе сидят Таз не работает Затек идет Венозной крови Виталь Подожди Подожди Я тебя прерываю Не потому что не хочу это услышать Давай мы более подробно Об этом поговорим После музыкальной паузы Потому что уже Перебираем Вот давай как раз Про женщин Про таз Помечаем себе Таз Женщины И вот эта тема На мой взгляд Очень важная И ее просто так Нельзя Скомкать Поэтому давайте После музыкальной паузы Перед музыкальной паузой Я хочу зачитать Как-то Сейчас говорили Там про здоровье Про здоровых людей А мне вспоминается Игра Ну Песня Игра Владимира Высоцкого Когда он шахмат играл С шифером Шифер стал на хитрости Пускаться Встанет Пробежится И назад Предложил Турами Поменяться Ну еще бы Ему меня не опасаться Я же Лежа Сто пятьдесят Я ему фигурку Смерил оком И когда он Объявил мне шах Обнажил я Бицепс Ненароком Даже снял Для верности Пиджак И мгновенно В зале Стало тише Он заметил Что я Что я Привстаю Видно Видимо Ему Стало Не до фишек И хваленый Пресловутый Фишер Тут же Согласился На ничью То есть В здоровом теле Здоровый дух Давайте переходим С таким настроением На музыкальную паузу Народное Славянское радио Возрождение Руси Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном славянском радио Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 27 января 2016 года среда По одному из старинных шестой день месяц в юг из Тужи 7524 лета Осьмица Костоправство как метод современной медицины Казак Костоправ Виталий Казакевич у нас главный соведущий И мы переходим к очень важной теме о том, как же все-таки влияет Вот сейчас выберем так Как же все-таки влияет современное образование на здоровье женщины А именно на ее детородные возможности Вот давай с этого начнем Что долго сидит Малоподвижность То есть умная женщина в семье Это Да Да, давай Давайте я всегда Если какой-то спорный вопрос возникает с учеными или просто с людьми Обращаюсь к нашим корням в старые времена Я считаю, раньше люди были немного мудрее И те знания, о которых мы уже говорили Ну, они владели правильными знаниями И поэтому женщину, девочек в школу вообще не пускали в первые Учились Вспомните, мужи ученые были Вот, и так было тысячелетиями Вот, и это было сделано правильно Потому что вот эта вся сидячая жизнь Влияет в первую очередь на вот органы малого и большого таза Происходит и смещение, и зажимы Неправильное кровопостачание, кровоток И так далее, и тому подобное Я вдаваться не буду подробно Кому будет интересно Найдут эту информацию на моих ресурсах Сейчас только хочу сказать, что Я не призываю, конечно, не учиться Женщин Я призываю поменять методологию обучения Методику Нет-нет, Виталий, нет, Виталий Ты женоненавистник явный Ты антифеминист Это по тебе видно Ты прям так заявляешь Бабы, нехрен вам учиться Куда вы там претесь со своими учебниками Своими мозгами Ты давай посторожней Сейчас тебя забросают шайками здесь Нет-нет, пускай учатся Но методику поменяют Можно и лёжа учиться Сейчас у нас уже такая техника Вот как раз Как совместить старые знания С современной техникой С современными технологиями Мы можем поставить 3D-монитор на потолок И лёжа смотреть обучающие 3D-фильмы Ведь раньше мы изучали зоологию по книжке И читали по книге Посмотрите, дети Это дятел А что такое дятел в книге? Это пять букв Да, Д-Я-Т-Л А если посмотреть 3D-фильм То видно какой-то дятел Красивый Пернастый Он сидит на дубе Долбит кору То есть ребёнок это усвоит гораздо быстрее И не будет портить зрение И шею склоняясь за книгой Понимаешь? Вот Обучаться можно не только лёжа на диване Но обучаться можно на свежем воздухе В парке И того же дятла увидеть в реале Понимаешь? Как раньше обучались все знатные люди Дворяне К примеру Пушкин так обучался Вот В парке ходил И ему зоологию читали На прогулках ему читали стихи, сказки Бабушка ему сказки рассказала Понимаешь? Эту методологию можно возродить Вот Но конечно В таких больших масштабах нет Но давайте ближе к здоровью Вот Происходит из-за того Что у девушек зажаты органы Об этой проблеме все знают Медики, остеопаты Все, все, все Костоправы, повитухи И Девушки рожают Очень поздно Вот Когда рожала Моя жена Моего сына Это было в 93-м году Она рожала его в 23 года Она уже была старородящей Назвали их Старуха Тогда было принято рожать В 18-20 лет Сейчас принято рожать В 25-35 лет уже А в Европе и в 40 Ой, в Америке Посмотрите Журналы все пестрят А в старые времена Девушки рожали в 16 лет В 15 Почему? Потому что в 17 лет Происходит осификация Лобкового симфиса Кости таза срастаются И после 17 лет В 18 Уже рожать сложнее Вот это тоже немаловажный момент Который Многие медики И многие люди Которые любят поболтать Не учитывают Не зная на том настроении таза Говорят Да, вот Че там 27 лет рожает И вот Моя вторая жена Рожала как раз Дочку мою Ей было 26 лет Роды были тяжелыми Если первая жена сына Родила 23 легко Быстро Потому что 23 А вторая тяжело 12 часов рожала И Акушерка была хорошая Но Атлант все равно сместился Почему? Потому что Дочка была Акселерация 59 сантиметров Во время рождения А жена Невысокого роста И она лежала в животе Не вдоль А поперек живота Естественно Места было мало И головку она держала на бок Это было видно По снимкам И плюс Стройное обвитие пуповины И вот представьте Ребенок Последний месяц Когда уже плод развит Восьмой Девятый месяц Полтора месяца Держать голову на бок Что будет? Кривошея С рождения То есть ребенок Заработал кривошею И следствие кривошеи Смещение Атланта То есть Смещение Атланта Это не болезнь Это симптом А болезнь кривошея Понимаете? Кривошея Это и есть болезнь И уже в утрубе Это произошло Внутри И акушер тут не виноват Никто не виноват Просто плод большой Я высокий Машка длинная Хорошо мама кушала Тройное обвитие пуповины Почему? Ребенок подвижный Крутился там Буцал Айкидо занималась Понимаешь? Кто виноват? Акушер виноват? Никто не виноват Вот акушер наш Принимал роды Час головка вылазит Раз Виточек сняла Второй час вылазит Головка Второй виточек сняла Третий час Головка вылазит Два с половиной часа У нас вылазила головка Только И она аккуратненько Виток за витком снимала Чтобы ребенок не задохнулся Роды поэтому были лежа В таком случае рожать Стоя Или на курточках нельзя Потому что Ребенок выпадет И на пуповине повесится Как на люстре С веревкой мылом Понимаешь? То есть в каждом случае Тоже надо правильно подходить Можно ли стоя рожать Или Ну вертикально я имею ввиду Или нет Вот Случаи разные бывают Вот Когда произошло смещение Вот там уже в утробе Полтора месяца Голу на бок А ну положите Сами себе И поживите У любого сместится Атлант Вот Вот основные моменты Из-за чего происходит Смещение Атланта Первое Проблемы с тазом У женщин Неправильный возраст Родов Неправильная подготовка Дородовая Во время ношения И акселерация Плода Детки сейчас Гораздо больше И человечество Сейчас выше Чем к примеру Было сто лет назад К примеру Мой рост Сто девяносто Не Начнем с деда У моего деда Рост был Метр семьдесят семь У отца Метр восемьдесят два У меня метр девяносто У моего сына Метр девяносто четыре Акселерация Налицо Вот хотя бы Ближайшие четыре Поколения Понимаете Вот и все Вот А женщины Остаются Просто практически Того же Потому что у них Половое созревание Заканчивается раньше И их кости Перестают расти А мужские Позже и еще растут Мы обгоняем Женщин Мужчины В росте Это понятно Ну вот Вот так вот Так Ну женщины Что делать Какие-то может быть Упражнения Я знаю Раньше Баби хитрости То что называют Бабичьи премудрости Когда женщины Делали различные Упражнения По сгибанию По подвижности Таза Чтобы не было Застоев То есть Постоянно Движение Крутить восьмерку Крутить обручи Вот Но Это сильно Много не повлияет Больше повлияет Смотри Вот Женщина Которая Вот Уже Ей можно рожать Это она Сидела Одиннадцать Десять лет В школе Пять лет В институте Ей Двадцать два Двадцать три И еще на работе Сидит Если она на работе Сидит восемь часов А дома покрутит Три раза в неделю По десять минут Обручем Что поможет Сильно Она сидит Пять дней в неделю По восемь Сорок часов А крутит Тридцать минут В неделю То есть Неделю Сорок И Тридцать минут Победит Сорок часов Понимаешь Тут надо Равноценно Fifty-fifty Значит Ей столько же Надо крутить Обручем Сорок часов То есть Она должна Восемь часов Отсидеть И восемь часов Заниматься спортом Что нереально Это составит Шестнадцать часов А жить А спать Когда Понимаешь Вот Опять же Надо менять Образ жизни Образ работы Надо менять Вот Что надо менять Вот Если раньше Люди работали На огороде В поле Вот они и двигались То присядь То встань То ляж Отдохни То пойди За водой Сходи То яблочко Сорви Покушай То корову Надои Вот тебе и движение Вот и физический труд На свежем воздухе И свежие продукты Понимаешь И рожали раньше В шестнадцать лет В семнадцать Вот А не в тридцать Вот и все Посмотри на Москву Ко мне приходят пациентки Тридцать пять лет Не замужем Детей нету Что я не знаю Этой проблемы Знаю Да Ну в общем Ты в очередной раз Подтверждаешь Что Та цивилизация Которая сейчас Насаждается И Уже Специально До пика Да Это просто Самоуничтожение людей Конечно Насадили Коммунизм Когда женщины Начали выполнять Мужскую работу И стали Я и лошадь Я и бык Я и баба И мужик Да И теперь удивляются А почему Семьи рассыпаются Почему дети Рождаются тяжело А после родов Почему такие дети Болезненные Почему такие нервные Все Почему Столько проблем Почему 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 Когда говоришь О простых вещах Что Ты физиологически Вообще-то Настроена на другие Вибрации На другую Работу Другой труд Другой образ жизни Твой образ жизни Все-таки Связан больше С домом С семьей С рождением Детей С разум И сразу говорят Ты чего Ты что Женоненавистник Ты что Хочешь на всех Паранжу Что ли Засунуть Ты хочешь И так далее Тому подобное То есть Начинается Паранжа Они неправильно мысляют Узко мысляют Женщина создана Для созидания Ведь женщина Рождает Новую жизнь То есть Бог создал человека И женщина тоже Создает человека Ну вместе с мужчиной Но она-то его рождает Она больше ответственности Несет Она должна Лучше питаться Лучше отдыхать Лучше тренироваться И так далее Чем мужчина Согласись Вот И на женщине Больше Ее ответственность Потому что Еще С детства Набор Этих Женских Яйцеклеток 30-33 тысячи Она их должна хранить То есть И спиртное не употреблять Не курить И так далее Тому подобное То есть Я уже за генетику Говорю Понимаешь Вот Опять же Эффект телегонии И так далее Но ладно Не об этом Я хотел сказать Что Придумали хитрые люди Специальную эту систему Почему женщины Идут работать Потому что Мужчина мало зарабатывает И они вынуждены работать Женщины Они созданы Для созидания Не только детей рождать Но они созидают Какой дом построить То есть Мужчина должен зарабатывать Деньги на дом И на приусадебные Обустройства Участка А женщина В это время Пока он зарабатывает Сидит Рисует план Рисует дом То есть Нарисовать картинку Это тоже же Созидание Правильно Потом она Когда дом построит Рисует Какую беседку Во дворе построит Ну или В голове Как-то С мужем совещается Песочницу Как детям построить Где выбирает место Дерево посадить Понимаешь Вот То есть Это и есть созидание То есть Мы женщину рассматриваем Не только Как Это Человека Который рожает Она созидает Все Не только жизнь Вот Но и быт Женщина думает Какую мебель Поставить Куда поставить Какую люстру купить Какую картину Где как Понимаешь А мужчина уже Сверлит стену Вешает Эту картину Понимаешь Вот Надо правильно Распределять Обязанности И тогда Женщина будет Не скучно жить А так Конечно Как-то Идет Однобоко Их Все пинают А женщине Некуда Идти То есть Вот Если им Отдать Вот этот Ихний мир Созидание Пускай они Рисуют Дома Пускай они Рисуют Картины Пускай они Рисуют Планы Приусадебного Участка Песочницы Беседки Планы Фантазии Воплощают Тогда Они будут Себе чувствовать Прекрасно Понимаешь Я о чем Вот А современное Движение Система Сделала так Что мужчина Очень мало Зарабатывает Она себе Нарисует Он не может Это воплотить И в результате Женщина Плюет На то Что она рисовала И идет работать Становится наравне Чтобы заработать Деньги на это Вот в чем проблема Нас засунули В систему Экономии Нас засунули Что мужчина Чувствует себя Неуютно Он чувствует себя Ему стыдно Понимаешь Из-за того Что он мало денег Приносит В семью Он не может Заработать А Всему Виной Подобная Система Понимаешь Об этом Можно долго Говорить Но Так и Есть Ну С другой стороны Ты все правильно Говоришь Но опять же Если Я неоднократно В передачах Высказываю Это мнение Если Человек Себя ощущает Овцой Которую Постоянно Кто-то Куда-то Загоняет В этом случае Можно Блеять И кричать Система У нас Такая Плохая Нас Уметают Несчезно Сейчас Я закончу А если Человек Я считаю Хозяином На земле Если Он понимает Кто он Зачем На земле Кто его Родичи Как жили Предки Что делали То в этом Случае Система Становится Под боку Потому что Он как Хозяин Сам создает Ту систему Которая Нужна Он сам Со своими Друзьями Со своими Соратниками Со своим Обществом Он сам Создает То что Необходимо А сейчас Все наоборот Сейчас Появляется Некая Надстройка Которая Уже Может быть И рада Бы помочь В чем-то Но там Настолько Уже Оторваны Люди Многие Что они Даже Не понимают А чем Народ Недоволен А что Там За возглас Какие-то Мы что Стараемся Дни ночей Не спим На креслах Выседаем Кнопочки Нажимаем Проекты Принимаем А народ Чем-то Недоволен То есть Явный Отрыв Это говорит О чем Что С той стороны Это некая Уже Ненадстройка Это самостоятельная Структура А народ Он уже Как-то Отвык От того Чтобы быть Хозяином Ведь Как вот Мы здесь Часто общаемся И недаром Столько войн Устраивалось На территории Славянских Государств Для того Чтобы Для чего Для того Чтобы погибло Очень много Тех Кто являлись Очень Правильными Людьми Ведь Выбивали Это в первую очередь Кого Трусов что ли Да нет Трусов Как они сидели Чего Выбивали В первую очередь Тех Которые Захребетники Нет Они там Сидели Кто прятался Под маминой юбкой Или там Жены под юбкой Тоже их не выбивали Выбивали Тех Которые шли вперед Защищать родину Строить Светлое будущее Там Сражаться с врагом И так далее С одной Так и с другой стороны Между прочим Вот И в этом случае Погибал-то цвет нации И сейчас мы имеем То что имеем Поэтому Когда женщины Ропщат на то Что мужики перевелись Я их прекрасно понимаю Но когда Я на мужчин Слушаю Обращаю внимание Что они говорят Что типа Девчонки там Все курят Пьют Не на кого там Глаз положить А их тоже понимаю И все начинают Сходить к тому Ну вот Система такая Ребят Да просто вы Поймите Что система Это в общем-то По сути дела Вы И как вы себя ведете Такова и система Меня очень часто упрекают Что я там кого-то защищаю Да никого не защищаю Просто если Вы живете Как овца То для вас будет пастух Если живете Как свинья То вас палками будут гонять И прирежут в конце концов Если вы живете Как созидающий человек То тогда Ни пастух Ни резатель Вам не нужен Вы самостоятельно Все делаете И знаете как делать Но просто надо Стать человеком На этой земле Давай я здесь Зачитаю Реплики Вот ты говорил Про рожениц Реплики Из чата Вот гриф здесь Написал У роженицы Куча проблем Дородовых Никаких подвижек У ребенка К обвитию Никакие подвижности Ребенка К обвитию Не приводят Ему О чем он говорит Что мешало Брать обвитие Это делается за минуту Только голова показалась И сразу снял Для того что папа Для того и папа Должен быть рядом Чтобы все это сделать И уметь себе должен Так что Соведущий все Свел к банальной физиологии Вот такое мнение Было Когда ты рассказывал Давай проверней Ну Я в основном И говорил о физиологии Потому что Если Если мы будем Углубляться В какие-то Большие материи То На часов Сто Замет Времени Слушай Но мы совершенно Не торопимся У нас Несколько миллионов лет Жизни впереди Так что Давай Шучу Конечно Я просто не понял Своего вопроса Что значит Это не вопрос Это реплика О том что Ну что все сваливать На это На то что ребенок Слишком подвижный Там накрутил себе Два-три Ведь раньше Люди рожали Повитуха сразу разбиралась Снимала эти Накрутки И все И ребеночек Оставался живой И все хорошо Тем более что Ребенок же Когда появляется на свет Он не сразу же Первое дыхание делает Да Какое-то время проходит Для того чтобы он задышал Прилегкие Чтобы развернулись Поэтому пока он Выходит Снимаются Эти все Другое дело Кровообращение Там может быть нарушено Это да Я с тобой согласен Так и делали Так и делали Пока выходила головка Просто я говорю Очень-очень Тяжелые роды Были Ослаблены Были мышцы Вот Не развивала Не развила Из-за того что Не занималась Проленилась Вот Я бы в отъезде Ездил в Россию А она сама дома Не хотела заниматься Вот сама я виновата Вот Ну сейчас все нормально С ребенком все хорошо Все отлично Конечно Скоро будет два года Вот Рост 90 сантиметров Вот сейчас Год и 9 месяцев Я замерил 90 сантиметров Вес 13,7 Все отлично Считает Бегает Я к тому что Лень человеческая И люди Вот мы сами виноваты Вот Я дома отсутствовал Она сама жила Не хотела Скучная была Сидела Лежала Вязала Лежала Вязала Все это время Навязала Пинеточек Кофточек Всего Не двигалась Вот Вот тебе мышцы ослабли А роддом был такой Народный У нас еще с 19 века Системы родоспоможения Не было Никаких уколов Не делали Мать у меня умерла Вот Раньше мать принимала Всех Потому что мать была Поветухой Некому другим Я не доверялся И Я никого не знаю У нас Вот больше Ну как-то и не сказал Потому что в семье Мать есть Она всех детей Принимала Сестру мою Ее двоих детей Моего сына И правила всех Вот так и получилось Вот И все Потихонечку Она своими силами Выталкивала Машку Очень долго Просто Я же говорю Два с половиной часа Головка показывалась Вот И потом Петля за петлей Потому что Пуповина обивается Не только вокруг шеи Они не знают Что такое роды Тот человек Который сказал Первый виток Вокруг шеи идет Второй вокруг плечей Третий уже Руки прижимает К животику Они этого Не знают Наверное Они думают Что все Треветка Вокруг шеи Вот Они просто При родах Наверное Никуда не присутствовали Такого не видели Вот и все Знаешь Есть такая Поверие народное Когда беременной женщине Нельзя вязать Потому что Как считается Ребенок запутается В пуповине Вот Вот когда ты сказал Что женщина Просто лежала И вязала Все время Ну вот Пожалуйста Результат Я не хочу Суеверия Ни в коей мере Как-то Привязывать Просто есть Такие вещи Которые выше Суеверии Которые Как сказал Более высокие Материи Которых мы можем Бесконечно Да Ну может быть Так и получилось Я ж не спорю У них У меня дома Не было Мама ее далеко Жила Подруг не было Она одна Вот тебе Считай Практически Все полгода Одна Что хотела То и делала Контроль должен быть А раньше Когда жили правильно Большими семьи Вот понимаешь Я опять К старину Раньше-то жили Дети С родителями Всегда И Есть старший Человек Опытный Уже бы Кто-то подсказал И народную Предмету Сказал Что ты дура Лежишь тут Целыми днями Вяжешь Нельзя вязать Иди там Воды принеси Дров на коле Там по чуть Подвели Воды принеси Дров на коле Ты как В анекдоте Прочупчешь На третьем Можно Ну в общем Можно конечно Только осторожно Ладно Музыкальная пауза Надвигается На нас Неотвратимо Давай мы еще Послушаем музыку Хорошую Красивую А потом Продолжим Отвечать на вопросы Наших радиослушателей Народная славянская радио От прошлого к будущему Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном славянском радио Напомню Что по одному Из современных календарей 27 января 2016 года Среда По одному Из старинных Шестой день Месяца Костоправство Как метод Современной медицины Такова тема Живого нашего эфира Казак Костоправ Виталий Казакевич Главный соведущий Отвечает на вопросы Наших радиослушателей Да и вообще Рассказывает Интересные вещи Ну что Будем продолжать Отвечать на вопросы Да-да Интересные вопросы По теме Как раз все Хорошо Вопрос эфира От Антона Что скажете О Провило Хорошая штука Сам Несколько раз Висел Но Хочу сказать Что Штука сделана В основном Для мужчин Была предназначена Для укрепления Связок Сухожилий И как раз Для развития Мускулатуры И как раз Тема Крамалы Слышно? Да, слышно Это тема Крамольничества Вот этого Как раз Секретного искусства По быстрому Укреплению Физической формы Мужчин Воинов Вот как раз Это исконно Русская Такая вот Крамольный Тренажер Можно сказать Секретный Вы же видите Допустим Если взять Лет 5 назад Никто еще О нем не знал Так массово Широко А тут Последние Буквально Года 4 Так Везде Рекламируется Везде ставится Во многих Клубах И так далее Вот вам Родовую Защелачить В институте Проходили На втором курсе Я написал Урок Как правильно Надо защелачивать Организм С помощью Обыкновенного Кальция Добытого Из Шкарлупы Яичной Шкарлупы Вот Которую люди Просто берут Выкидывают А ее надо Не выкидывать Высушивать Перемалывать Ну естественно Помыть Вот как раз Шкарлупу Надо помыть Щелочью Содой Или простым Хозяйственным Мылом Потому что Щелочь Убивается Льмонеллу Вот Помыть Хорошо Сполоснуть Высушить И перемолоть На кофемолке И употреблять Этот порошок Яичный Порошок Через день Запивая Большим количеством Воды Можно Немного Лимона Капнуть Деткам Полностью Растворять Яичную Шкарлупу В лимонном Соке И давать По маленькой Ложечке Три раза В неделю Это будет Способствовать Развитию И костной Структуры Укреплению Волос Ногтей Зубов И будет Правильно Защелачивать Потому что Кальций Является Бикарбонатным Металлом Но тут Урок Химии На моем Канале Ютуб Который Называется Казак Костоправ Есть этот Урок Какую Воду Пить Можете Посмотреть Я там Все Объясняю Все равно Яичную Шкарлупу Выкидывают Люди Как бы Это Депо Это Опять же Кости Волосы Ногти Зубы Они будут Только Укрепляться А все Лишнее Если почки Работают Хорошо Выводят У меня Есть два Видео По этой Промлеме Я там Упомянул Кому Можно Кальций Пить Кому Нельзя То есть Нельзя У кого Почечная Недостаточность То есть В больших Количествах Маленьких Можно А сода Она меняет Естественный PH-фактор Желудочного Сока А его Естественная Среда Около Полтора PH-фактор То есть Это кислотная Среда Если мы Принимаем Соду Ну рекомендуют Пить теплую Соду Выпиваем Она попадает Через Родовую Полость Проходя Трахею Попадает Естественно В желудок И начинает Менять PH-фактор Желудка Естественно Мы Будем Плохо Усваивать Белки Потому что Снизим Кислотность И Это Приведет К очень Чреватым Проблемам Большим В будущем Если это Делать Часто Если это Делать Два раза В месяц Экстренно Понизить Кислотность У кого Повышенная Кислотность То есть Чуть Погасить То Можно Ну Бывает У людей От природы Повышенная Кислотность Или Пониженная Как узнать У кого Часто Бывает Изжога У того Повышенная Кислотность Поэтому Раньше В детстве Я Так же Сам У меня По жизни Повышенная Кислотность Я Принимал Соду Был 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 Глуп Как И Все А Почему Тоже Где-то Увидели Это Типа Народное Средство Но Это Неправильное Народное Средство Вот Соду Придумали Совершенно Недавно Сода Это Вообще Неприродное Соединение Это Уже Химически Выведенное 300 лет Назад Не было Соды Так что Это Ненародное Средство Это Уже Современное Средство 300 лет Назад Как раз Начала Развиваться Наука Ньютон Про Яблоко Открыл И Я Всю Жизнь От Изжоги Принимал Сода Потом Когда Я Повзрослел Я В 20 лет Узнал О кальции И Начал Пользоваться Кальцием И Постепенно У меня Эта Проблема Ушла То есть Кальций Из Яичной Школупы Он Не Только Убирает Кислотность Повышенную Но Еще И Лечит То есть Сейчас Я беру Когда У меня Была Ожога Я Брал Столовую Ложку Ну Почти Полную Столовую Ложку Этого Кальция Яичной Школупы Несколько Капель Капель 10-20 Лимонного Сока Туда Чтобы Лучше Растворилось В рот Подержал Во рту С минутку Оно Там Еще Шипит Бурлит Глотаю И Запиваю Стакан Два Чисто Питьевой Воды И Все И Ногти У меня Крепкие Могу Хоть Асфальт Копать И Нету Проблем Ну Вот Так Вот Такой Рецепт Ну По поводу Соды Все-таки Не совсем Так Встречаются В небольших Количествах Залежи Минерала Соды Не в больших Не в повсеместно Это Давным-давно Известно А так Чтобы она Повсеместно Была Конечно Такого Нет Но То Что Принимать Не принимать Соду Наверное Если мы Перед едой Принимаем То Понятно Мы Наносим Серьезный Ущерб Потому что Как правильно Сказал Мы Кислотность Переводим В PH Да Меняем Резко И тогда Что мы Перевариваем И каким Макаром А вот Какие-то Экстренные Моменты Например Загасите Сжогу Если нет Личность Кропы Это Может Сделать И Как Профилактика Бывает Некоторые Заболевания Как профилактика Но опять же Не перед едой Как некоторые Это делают И не после еды Ощелачивание При помощи Яичной скорлупы Вот это Очень хороший Рецепт Я тоже Неоднократно Его слышал Когда Именно Кофемолки Или в ступке Долго Его разбивают И не просто В рот кладут И кто просто Глотает А кто-то Яйца целиком Кстати Ест прям Скажу Скорлупой Месят А кто-то Немножко кислоты Добавляет Или уксуса А еще Есть настойки Водяные Когда Скорлупа Просто настаивается С водой Мести Очень долго И потом Выпивается В общем Рецепта С яичной скорлупой Огромное количество Так что Вот Всем рекомендую Поэкспериментируйте Посмотреть Какие варианты Потому что Просто кальций Есть как это Вам предлагают Из аптек Это Ну мне кажется Вредительство Очередное Потому что Там Немножко другая Технология Производства И добычи И обработки И так далее А вот когда Вы берете Натурально То что По природе То есть Немножечко другое Все таки Я тебе про кальций Больше Хочу сказать Я в 2005 году Проходил Курсы повышения Квалификации Медицинскую часть Нам читал Кандидат Медицинских наук Директор Нашего Херсонского Физдиспансера И он как раз Кандидатскую Защитил По кальцию У меня есть Сертификат Официальный С печатями Все Вот Что я прошел Эту лекцию Прослушал И он нам Целый день Все уши Прожрал Насколько полезен Этот кальций Он Представляешь Он защитил Кандидатскую По нему И так совпало Как раз Что Когда у нас Были эти курсы Он защитил За неделю Как раз И он пришел Так Говорит Можете меня поздравить Я защитил Кандидатскую Про кальцию По кальцию Тема у нас Была другая Но он нам Читал Целый день Кальций Отрывался На вас Да Он же как раз Был на парах Потому что Защитить кандидатскую Это Это серьезное дело Да Поэтому про кальцию Я знаю Много Это научно доказано И действительно Народные рецепты Есть Вот как раз Тема Тема у нас была Как совместить Старые знания С Современными Технологиями Вот есть Современные технологии То есть Аппаратура Она позволяет Доказать Этот рецепт Понимаешь Вот что я Приветствую Это очень хорошо Просто если раньше Это говорили Это полезно Просто сказать А тут не просто Сказано Но и доказано Понимаешь Вот о чем Вот Хорошо Еще По защелачиванию Можно сказать Просто употребляйте Видовую пищу Для себя И будет у вас Все хорошо Если Ваш вид Предназначен Для того Чтобы употреблять Больше овощей Так употребляйте Больше овощей Если вы будете Есть то Что неподребно Вам То в этом случае У вас будет ИПАЖ меняться И потом Какие-то прыщики Выскакиваете Много чего Интересного Будет происходить Еще очень хорошо Про Соду Надо слушать Врачей То есть Есть врачи У которых Специальность Буквально Направлена На это То есть Это Терапевты Которые Именно по питанию Вот Можете Их слушать Они более подробно Расскажут Но это просто Я не буду говорить То Сами ищите Информацию И общайтесь Кому интересно Хорошо Ближе к Костоправству Что-то Да Давай дальше Вопрос эфира От Игоря Какие рекомендации По азам гимнастики И питания По уже случившемуся Давно Более 5 лет назад Тазобедренному Коксоартрозу Ага Ну опять же Повторяется вопрос Я смотрю Тема Очень злободневная Так что Будем снимать видео Будем писать Статью По коксоартрозу Просто Объясню В чем проблема На написание Любой статьи Маломальской То есть На 6-7 страниц У меня уходит Неделя подготовки И целый день Провождения За компьютером То есть И зрение Страдает И шея Опять же Это не сильно полезно И материал Я собираю Около недели Почему так долго И потом Если надо снять видео Тоже долго Выложить Все Поэтому Медленно Выходит Видео Хотелось бы Работать Больше Но Нужны Для этого Помощники Вот Собирать Хотя бы Информацию Потому что Я не люблю Просто сказать И ничем Не подтвердить И коксоартроз Это очень Серьезная Тема И его Надо лечить Профилактикой Поздно Бить Боржоми Когда Почки Сели Как говорится Вот Поэтому Всем советую Заниматься Обыкновенной Лечебной Физкультурой Гимнастикой Что касается Бедер Очень полезные Вращательные Движения Уже у нас Был вопрос Вращательные Движения Для бедер Восьмерочка У меня Когда-то В детстве Была серьезная Болячка Мне было Почти 15 14 лет После Которые У меня Было 8 операций И 3 из них На тазобедренном Как раз Суставе У меня Правый Тазобедренный Сустав Практически Очень плохо Работал И он Хрустел Щелкал То есть Была задета Кость Связки Сухожилия Вот И я Разрабатывал Этот тазобедренный Сустав 15 лет Ну Благо я был Молодой То есть Это С 15 До 30 Лет Продлилось И вот Через 15 лет Он перестал Хрустеть Так что Как заниматься Тазобедренным Суставом Ну Это я Рассказываю Историю Откуда я Это узнал Я сам Через это Все прошел Вот У меня На своей шкуре Я это все Испытал Я знаю Как лечить И просто Делюсь своим Опытом Я каждый день Делал упражнения Восьмерочку Назад И вперед Я делал Утром Вечером И в обед Когда мог То есть 2-3 раза в день То есть Не так что Утром 5 минут Нет Это где-то 100-200 Вращений 100 вперед И 100 назад То есть Восьмерка Вовнутрь И восьмерка Наружу То есть Тазовые Гребни Воздушных костей Рисуют Восьмерку То есть Правым Бедром Левым бедром Понимаете Туда Обратно Ну Я В общем Я сниму Это видео Покажу Но это Не сложно И делать По 100 раз Вперед 100 раз Назад Вообще Вся моя зарядка Основана на том Что каждое движение Надо делать Много раз Не поможет Вот эти 5 махов Руками 10 раз Присели И все Нет 100-200 раз Каждое Повторение Это разгоняет кровь Это хорошо Разогревает Мышцы Вот Я сам в спорте 30 лет Тренер Вот Опыт есть И практически Образование Поэтому Дурных вещей Советовать не буду И Опять же Массажи Вот И Есть Маховые движения Но может Вы их видели Вот Если мы руками Держимся За турникет Какой-то А нога Перед нами И она идет Влево-право Как маятник От часов Да Вот этот Как он называется Ну часы Что на стене Вот нога Вот так должна Лево-право Мотыляться Вот На расслабленной ноге Чтобы Нога была Расслаблена Надо На той Которой стоим Встать на какое-то Возвышение То есть Подставочка Из дерева То есть Чтобы нога Пола не касалась Понимаешь Под собственным весом Вытягивалась Вниз То есть Будут вытягиваться Мышцы связки Расслабились И как бы Инерцией ее качать Лево-право То есть Чтобы нога Залетала Не силой мышц А инерционно Мышцы только Помогали Ну вот Вот такой вот Тоже метод Хороший Делать Одну на вторую ногу Вот В принципе И все Вот это что я делал И 15 лет подряд Все И нога И после этого Стал я тянуться На шпагат Ну конечно На шпагат Я не могу сесть Потому что у меня Сам нарушен Тазобедренный сустав Но Мне стало приятно Тянуться Боль ушла И Сустав не щелкает Уже Но на это Мне потребовалось 15 лет Вот так вот Понятно Вот здесь Уточнение Это ярагора Кстати о правиле Сам Алексеев Который принес Знания о нем Нам Рассказывал Что в большинстве Устройств Современных Есть лебедка Что есть в корне Неверно Должны быть утяжеления По средним традициям Вот Согласен Я такое правило Видел в одном Клубе По бодибилдину Именно правильно Мешки были Утяжеления Не лебедка Все правильно И каждому Мешочки Разного веса И тогда уже Идет тренировка Через блок Можно эти мешочки Тянуть И будет просто Как блок Блочный тренажер В любом Тренажерном зале Более правильный Хорошо Давай Значит Это уточнили Дальше Вопрос от Антона Вы Володарского Бориса Ивановича Знаете Мазай Дедра Володарский Откуда Не написано Не написано Просто имя До ночи Второе Мазай Дедра Ну Дедра Ну ладно Нет значит Нет Давай дальше Так Следующий вопрос Смотрим Ярагор Вопрос в эфир Виталий А как Я так и не услышал Как определить Правильно Стоит Атлант Или нет Я сходил Направку К одной известной В узких кругах Девочки Направку И после нее Никаких отличий Не почувствовал Вот хочу понять Или неправильно Выполнена правка Или я Что-то Или я не должен Чего-то ощущать Как-то здесь Непонятный вопрос Ну понятно В общем Как определить Правильно Неправильно Ты уже немножко Упоминал И вопросы Поправили Или не поправили Ну я знал Что этот вопрос Вернется Поэтому не стало Вовляться Как определить Есть физиологические тесты И в одном из своих видео Я показываю Взять кончики Больших пальцев И поставить Чуть ниже Сосновидных отростков Сильно надавить Запрокинуть голову назад И повернуть на бок То есть Сделать экстензию Ротацию И наклон То есть Совместить три движения Запрокидывание головы назад Поворот В правую-левую сторону И наклон головы Одновременно И большими пальцами И удерживать Под сосновидными отростками Если есть боковое смещение То можно определить Боковое смещение Этим тестом Но Разных типов смещения У Атланта Есть три Потому что у нас три оси X, Y и Z Вот Данный вид теста Который я описал И снял на видео На канале YouTube Разместил Касается Самого сложного смещения Бокового Боковое смещение Это очень редкое смещение Это самое противное Самое тяжелое По постановке И оно бывает Не у всех Редко Это в основном Травмы Кто головой куда-то ударился Врезался Борцы Вот По моей практике Из 100 человек Только 5-10 То есть максимум 10% Имеют это боковое смещение В основном Распространен Ротационный подвывих Атланта То есть Атлант скручен Относительно оси Зубовидного тростка То есть Ось для Атланта Это зубовидный тросток И он провернут То есть Возьмите Правой рукой Сделайте Большим указательным пальцем Кольцо Левое Левое Поставьте вверх И оденьте это кольцо И прижмите К пальцу То есть Это вам будет Структура Атланта С аксисом И проверните Это кольцо В любую сторону Вправо Или влево Вот это и будет Ротационный подвывих Атланта Но это так Вкратце Я объяснил Его определить Гораздо сложнее Физиологически Его определить нельзя Потому что Человек Получает Вот это смещение Вот это как раз Есть родовая травма Когда ребенок Проходит Узкие родовые пути Он делает Спиралевидное движение И вот представьте Голова Застряла в тазе А тело Мать толкает И тело идет По спирали То есть Голова зажата Тазовыми костями Как в тисках А тело Шеи вращается Что произойдет Ротация Поворот Вот будет смещение Понимаешь Да это понятно Или же наоборот Тело застряло В тисках Вот А голову Повернул Или неопытный Акушер Или врач Или просто Голова Под своим Весом Провернулась Головку Надо поддерживать Вот это понятно Вот это Ротационный Подвывих Он случается В основном При родах И во время Борьбы Когда голову Крутят Вот так вот Зажимают ее Рукой И крутят в бок Вот это Ротационный Подвывих Но человек К нему Быстро Привыкает Организм Организм Делает Функциональную Защиту Перестраивается Кровоток Перестраиваются Другие мышцы И его Почувствовать Каких-то Симптомов Особенных Нельзя Поэтому Если он Пошел Этот человек Который задал вопрос У него был Ротационный Подвывих И Ему Его Не поставили То он И не заметит Правки То есть Он как был В том состоянии Как пришел Так и ушел Потому что От него Более особых Никаких Нету Каких-то Симптомов На глаза На слух Тоже нету Просто Не так Чуть-чуть Биомеханика Шеи Ну не так Кровь Голову Уйдет Но мозг Быстро К этому Привыкает Строит Свои Какие-то Защитные Системы Буферные Зоны Есть у мозга Потому что Мозг питается Не только Вертебральной Артерии Но еще и Сонные Есть большие Две Левая И правая Вот И так далее Тому подобное Третий вид Смещения Вверх Вниз По оси То есть Это происходит Когда нам По голове Сверху Что-то Прилетит Камень Упадет На голову Стукнемся Мы головой Об ворота Об калитку Об машину Или в маршрутку Когда заходим Ну вот Головой Когда мы стукаемся Или опять же Когда падаем Вот То есть Атлант На зубовидном Отроске Смещается Вниз В сторону земли От удара Сверху Или же Наоборот Когда за голову Тянут Атлант Вместе с головой Уходит вверх Вот это смещение Происходит Только Во время Травм Или вот Такой Грубого Мешательства Борьбы Какой-то Вот это Смещение Уже Чувствуется Это Смещение Чувствуется И его Диагностировать Очень легко Если Произошел Удар Сверху По голове И Атлант Ушел Вниз В сторону Плеч Вместе с головой То он Зажмет Нервные Корешки И Такого человека Просто Посадить на стул С ровной спиной И надавить ему Рукой на макушку При слабом нажиме У него сразу Проявится боль Под затылком Сразу ему будет Дискомфорт Зажмет Эти нервы Он закричит Вот Это Диагностируется Сто процентов Просто Надавить на голову Если у него Смещение Вниз Он сразу Почувствует Вот И править Тут надо уметь Править Но здесь Надо Вытяжение Головой Делать Вот Или полотенцем Или петлей Или руками Если у человека Наоборот Атлант Ушел вверх То есть Во время Борьбы Ему тянули Или человек Вздумал Повеситься На петле Она оборвалась Потом Передумал Но у него По-любому Произойдет Смещение Атланта Вот То есть Потому что Петля Выдернет Голову Вверх И атлант Сместится По вертикальной оси Относительно Зубовидного Отроска Такое смещение Будет Чревато Надрывом Связок Которую Прижимает Атлант К зубовидному Отроску Это поперечная Крестообразная И крыловидные Связки Но они Очень сильные Криловидные К примеру Выдерживают 110-130 кг Крестообразная Итого Больше 140-150 Поэтому Человек Даже когда Вешается Он не может Порывать Эти связки Потому что Несколько связок Дают уже 280 кг В сумме Вот А человек Весит 70-100 Вот Продиагностировать Их можно Как раз же Вот таким способом Положить На пол Сейчас я водичку Положить на пол Его Лежа на спину Вертикально И Потянуть Легонечко За подбородок И за затылок Руками А ногами Упереться в плечи Чтобы растянуть шею Только легко Потому что Если он так смещен Будет плохо Это понятно Да? Да Я думаю Понятно Так Это мы Рассмотрели Основные типы Смещения Вот Но Самый Проблемный Вид смещения Когда у нас Идет двойное А то и тройное Смещение То есть Давай об этом Поговорим После музыки Да Это очень сложно Да Народное Славянское Радио Пора Просыпаться Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню По одному Из современных Календарей 27 января 2016 года Среда Шестой день Месяца В юге Стужи 7524 Лета Смится По одному Из старинных Календарей Костоправство Как метод Современной Медицины Такова Тема Сегодняшнего Эфира И Главный Соведущий Казак Костоправ Виталий Казакевич Нам рассказывает Очень много Чего Интересного Итак Мы дошли До самого Сложного Варианта Давай С него И продолжим Самый Сложный Вид Смещения Я буду Назвать Не атланта А атланта Акцепитального Структуры Потому что Атлан Сам по себе Он не может быть Всегда Как минимум Два позвонка Съезжает Это комбинированное Смещение В двух А то и В трех Проекциях Такое Может быть Но в таких Словах Человек Уже Испытывает Какие-то Симптомы Если Это произошло Недавно То есть Недавно Это до Полугода То Здесь будет Проявление Головной Головной Боли Мигрени Человек Будет Восприимчив К погодным Изменениям Будет Плохая Человека Может быть Плохой Сон Нервозность Усталость Если Больше Года То Может Появиться Ведосудистая Дистония Холодные Руки А не Менее Рук Если Больше Двух Лет Уже Может Страдать Память Там Зрение Может Страдать Просто Хочу Отметить Что В современной Медицине До сих пор Нет Полных Стопроцентных Наблюдений Вот за Такими Людьми То есть Этим Никто Не занимался Не наблюдал И Так как Я Занимаюсь В основном Только Этой Проблемой Я вижу Таких Людей И Я Эту Симптоматику Знаю Из Их Рассказов Я Постоянно Расспрашиваю Всех А когда Проявилось Что Вы Чувствуете И вот Сейчас Специально Я делаю С программистом Специальную Базу Где Мы Будем Это Все Записывать И Люди Будут Записывать Это Будет Фиксировать И Уже Будет Какая-то Статистика Выборка Будут Наблюдения Замеры И Отзывы Самочувствия Разработал Специальные Анкеты И Вот Вам Тоже Совмещение С Новыми Технологиями Они Нам Очень Хорошо Здорово Помогают И Вот Эта База Будет Делать Выборку Хотя Б По Моим Пациентам Которые Внесены В базу Данных Это Больше Двух Тысяч Человек Вот Это Уже Будет Какая-то Статистика Вот Когда Это Все Мы Внесем Про Про Изучим Как бы Разложим По полочкам Тогда Я уже Более Конкретно Могу Как-то Сказать А так Конечно Если Я уже Говорил Смещение Родовое То У деток Сколиоз Будет У взрослых Зрение Плохое Синдром Хронической Усталости Постоянные Головные Боли Дело Дело В том Что Человек Вообще Не должен Иметь Головных Болей Вот Это В идеале Вот У меня У меня В принципе Вот После того Когда Мне в детстве Этлан Поставили На место У меня Никогда Не было Головных Болей Вот Мои Ровесники Сверстники Одноклассники Однокурсники Жаловались На головные Боли Я никогда Не знал Что такое Болит Голова Вот Вам Ответ Ясно Если у человека Болит голова Сто процентов Пожалуйста У тебя Болела Голова Раньше У твоих Знакомых Родителей У детей У кого-то Знакомых Голова Болела Просто Имею Некие Травмы Связанные Со службой В армии Со спортом Поэтому Тут трудно Мне сейчас Говорить Много чего У меня там Интересного Было в жизни А что ты Вопрос Задаешь Так Удар в голову Если прилетел То будет Смещение У меня Произошло Смещение Атланта Года 2 Или 3 Назад Мы на пляже Играли В волейбол В волейбол Я ловлю Мячик На руки Он отскакивает От пальцев Бьет Мне по подбородку И так Удачно Получилось У меня Такое Произошло Смещение У меня В глазах Сразу Мушки Зрение Упала Дикая боль Я пошел Сел И попросил Жену Разминать Мне шею Благо Она умела Чуть Чуть Она покрутила Чуть Я поправил Но тут же я это сделал И сразу все нормализовалось Люди Которые не умеют Не знают Пока Они с моря Доедут До врача Если еще пойдут К правильному врачу Или мануальному терапевту К остоправу Им поставят Пройдет какое-то время Вот поэтому Такие вот даже мелкие травмы Как удар волейбольного мяча Не говоря уже Футбольному голову Допускать Нельзя После этого Надо сразу Править шею Если мы это Отложим в долгий ящик Это чревато Развитием Очень многих Неврологических Соболеваний И всяких Симптомов Я думаю Я ответил Да Да Думаю Ты ответил Но где-то Есть видео Как показывают Как править Атланта Чтобы человек Вообще понимал Что такое Правка Атланта Есть некоторые Приемы Которые я показывал В интернете Но Одного приема Нету То есть Вот смотри Это как в боевых искусствах Есть Какой-то прием По Тому Как выиграть Твоего Оппонента Соперника Когда идет поединок Человек пользуется Целым Каким-то набором Знаний Умений Да Это и уход с линии атаки Уклонение от удара Проведение Подсечки Проход в ноги Удар в голову Рукой Ногой И так далее Правильно Ну конечно По необходимости Все делается А не просто Встал в одну пузу Вот так же Самая правка Атланта Все каждому В конкретном случае Индивидуально Потому что Смещения Атланта Бывают разные Вот И пациенты Бывают разные Костно-морфологическая Структура Мышцы Связки Сухожилия Тоже разная А самое главное Я забыл сказать Что По моим наблюдениям И по По Многим работам Которые уже Защитились Мои коллеги Это то что я изучаю Практически 90% Населения Имеют Нестабильность Шейного отдела А это Гораздо хуже Чем смещение Атланта Вот так вот Поясни Сейчас поясню Дело в том Что Шея Это Мы обсуждали Этот момент Шея Это Одновременно И самый Мобильный Самая мобильная Структура Которую Мы головой Постоянно Крутим Она должна Сочетать Себе Два Качества И мобильность И устойчивость Так вот Из-за того Что у нас Постоянно Напрягаются Опорные Структуры У нас Развивается Нестабильность Еще Что такое Опорные Структуры Это Мышцы Связки И самая Главная Опорная Структура Это Межпозвонковый Диск Сейчас При современной Диагностике МРТ Практически У каждого Второго А то и чаще Есть Присутствует В шее Протрузия Или грыжа Межпозвонкового Диска Раз Присутствуют Фиброзы Тканей Меогелезы Мышц Заболевания Мышц Это Присутствует Перерастяжение Или растяжение Или надрыв Связок Связано С травмами Вот как говоришь В армии На карате На боксе Ударили Кувыркнулись Упали Вот Получается Что все Главных Три Опорных Комплекса У нас Нарушены Из-за этого Развивается Нестабильность Шейного Дела Это подтверждено Рентгенологически МРТ И так далее Тому подобно И это уже доказано И вот Современном Населении 90% Современного Общества Имеет Нестабильность Шейного Дела Потому что У нас Очень повышенная Гиподинамия И нагрузка На шейный Дел Учеба Склонение Склонение За книжками За детрадкой Компьютер Руль И сидячая Работа За компьютером За монитором Вот такой ответ А нестабильность Шейного Дела Приводит К тому Что позвонки Постоянно Шейные Позвонки Могут Постоянно Съезжать В том числе И Атлан Саксисом Потому что Его нечем Держать Вот так Хорошо Так Ну время Соответственно Смаловы Уже До трех часов Поэтому Я Оставшие Вопросы Прочитаю И будем Уже Закрагуляться Здесь вопрос Несколько Такой Личный Я предлагаю Я зачитаю Его Если ты увидишь Что дело Сложное Тогда я Предложу Николаеву Который Задает вопрос Чтобы он Связался С тобой И проконсультировался Уже Вне эфира Итак Николай Задает вопрос Подскажите Если человек Сломал позвоночник В шемном отделе И у него Вышел костный мозг Из позвоночника Ему Залили От донора Новый костный мозг Сказали Ждать Где-то пять лет Прошло Уже два года Человек Начал Немного Владеть Руками Ноги Пока Не чувствует Дайте совет Что нужно Придерживаться Чего нужно Придерживаться Спасибо Заранее И еще Вопросе Как Побороть Пролежни Вот Решай сам Будем мы сейчас Связываться Столь Индивидуальным Ответом Очень сложный Да Это в личку Потому что Надо историю Болезни знать И у меня Практики не было Потому что Поэтому я Могу только Дать теоретические Ответы То что я изучал И то что знаю То есть Это будет только теория По пролежням У меня была практика Так как я лежал В реанимации В стационаре Четыре Месяца У меня у самого Были пролежни Вот Я знаю Как с этим бороться Моя мама Сделала мне мешочки И в него Насыпала Проса Такие мешочки Под ширину спины Не сильно толстые Ширина должна быть спины А толщиной Где-то до сантиметра И просто Оно перекатывается Подложила мне Под спину Естественно Ежедневный массаж Спины Потому что Ткани у нас Имеют Нехватку кислорода Из-за того Что постоянно На них лежим То есть Массаж спины делать Использовать Опять же Какие-то Мази Крема И вот Мешочки Спросом Вот так вот Хорошо Рус пишет А вот про массаж Не упомянули А вот фигушки Упомянули Только что Про массаж Сказали Так почему Мы про массаж До этого не говорили В смысле Про массаж Ну вот говорит Про массаж Не упоминали Мы Когда за весь эфир Только первый раз На слово массаж Постоянно мы говорили Про массаж Как это Я говорил Что хиропракты Не делают массаж А в костоправце Всегда делается массаж Потому что Работаем через мышцы Человек просто в начале Не присутствовал Помнишь Я говорил Да помню Но вот вопросы Я зачитал И про мяч Сказал Что когда в волейбол Играл Там массаж Тебя сделал На дело Тут же массаж А потом Я сам себя правил Конечно Хорошо Дальше вопрос Данил задает Используете ли вы Виталий В своей лечебной практике Дыхательные и физические упражнения По системе Репко Для исцеления Опородвигательного аппарата Благодарю за ответ Знаком я с этой системой Я с ней очень давно Узнакомился Но я уже разработал Свою систему Дыхательной практики Конечно использую И вот у нас был ретрит В горах Этим летом В ТОПСЕ В августе месяце И приезжали люди Мы делали утром зарядку Как раз на восход На солнышко И там мы сначала дышали Потом делали зарядку Упражнения Потом опять дышали Обязательно используем Да Хорошо Вопрос от Григория Что соведущий Может сказать О аппликаторе Кузнецова О его пользе Либо вреде Либо полной Бесполезности Для организма Ну Вред он принесет Только тому Человеку У которого слабая кожа Есть такие болячки А так вреда Он не принесет Можно на нем лежать Стоять Он улучшает Кровообращение Приток крови Массажик им Хорошо делать Кузнецова Или Ляпко Я не расслышал Кузнецова 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 В основном Пластиковые Насколько я знаю Сейчас более современные Ляпко Они делаются С металлических иголок Разного состава Там Цинк Металл Красный и белый металл Да Цветной Желтый и белый металл Можно использовать Только если у человека Нету кожных заболеваний Каких-то Можно Всем нормальная вещь Хорошо Ну вот Григорий Здесь пишет Что надо двигаться Побольше Надо делать Различные упражнения Рыбалка Качели Движения Руками Ногами Ну и так далее Тогда и спина И шея будут Железными Я Отчасти Во многом согласен Просто есть такие моменты Когда Как я говорил уже правильно Наш костоправ Что поздно пить боржом Почки уже отвалились Хорошо Давай сделаем так Сейчас уже Эфир наш подходит к концу У нас есть время Подводить итоги эфира Что-то можно сказать От себя Нашим радиослушателям Что-то пожелать Может быть еще Чего-то не коснулись в эфире Что-то дополнить Пожалуйста У тебя есть еще 10 минут Чтобы Что-то от себя высказать Ну во-первых Я хочу Вот в этом году Пожелать Всем Крепкого здоровья И Тяги к знаниям Тяги к настоящим Исконным знаниям Которые вы прочитаете Не в книге Не по телевизору В интернете А возьмете Из Настоящего Чистого эфира Это будут чистые знания И Будут те знания Которые Именно подходят К вам Понимаете Потому что Возьмете вы их сами А не кто-то навяжет Вот Не слушайте никого Никому не доверяйте Вот Старайтесь Старайтесь понять Все своим умом Логикой Интуицией Прочувствовать Вот Побольше двигайтесь Как правильно сказали Живите на свежем воздухе Вот Побольше Общайтесь Со своими детьми Со своими родителями Вот Задавайте вопросы Не ругайтесь Потому что Это очень плохо И Соблюдайте Элементарные Элементарные Меры Предосторожности Вот Не тягайтесь Слишком больших весов И не лежите много Правку можно проходить Два раза в год И будет достаточно Если вы будете Вести правильный Образ жизни И Как зубами Два раза в год Появился И ушел дальше Так же самое Мы волосы моем Шампунем Чистим зубы Для профилактики И так далее Тому подобное Кого заинтересует Обучение Милости прошу Вот Все мои Найдете данные Очень легко Казак Костоправ Бить в гугле Везде найдете Вот И Что еще За деток Хотел сказать Взрослые приходят Детей очень мало Если так дальше Будет продолжаться Наше поколение Будет хилым Куча сколиозов Кифозов Всяких болячек Взрослые как-то На себя время находят А за детей нет Очень мало Я Прямо Отрастроен Просто Я не знаю Почему так происходит Вот Задумайтесь О здоровье своих детей Товарищи взрослые Смотрите Как они сидят Какое расстояние У них От глаз До учебника До книги До тетрадки Зрение Осанка Сколько минут Они проводят За монитором За компьютерными играми За телевизором Сколько минут Двигаются Вот Купите им самокат Купите им сачок Чтоб бабочек ловили Если есть Ну и так далее Тому подобное Заинтересуйте их К движению Не просто так Что а Встань за компьютера А чем-то Мотивировать Заинтересовать Купите им Какую-то Ту же самую Настольную игру Там Ну я не знаю Какие там Кубики кидать Эти Ну чтобы они двигались Понимаете Вот Вот как-то так Я вот своей дочке Купил лошадку Маленькую И она вот На ней Туда-сюда Вот Потому что Тоже смотрю Два года Она Айпэд И все Мультики смотрит Это не есть хорошо Вот так вот Хорошо Благодарю всех Наших радиослушателей Кто задавал Вопросы в чате Вопросы были Очень интересные К тебе Да К тебе идут Тоже Ответная реакция Опоздал с вопросиком Опоздал Извини Уже не получится Так Направляй Вопросы В личку Я передам В случае чего Или найди Как сказал В гугле Так Благодарю Ведущего От всей души Желаю добра Благополучия Успехов В труде Всем добра Благодарю Всем добра Успехов Доброй ночи До самоката За счет Столько Сандалик Истер Я в свою очередь Благодарю Радио Славмир Всем вам Здравия Процветания И чтобы все было хорошо Ну что ж Я каждого Рекомендую Прислушаться к тому Что говорил Виталий Почему? Потому что все-таки Есть теория Есть практика Когда теория Соединяется в практике Это самый лучший Показатель достоверности Так вот Как раз Виталий Как показывает Наш сегодняшний эфир Не просто там Где-то Просидел штаны В институте Человек Который Занимался Практикой Исходя Из потребностей Не просто так Он Дайте Я вам всем Помогу Спасу Мира Нет Он занимался Практикой Из потребностей И теория Все это Было проверено То есть Теория Практика Практика Теория Наоборот Здесь Получилось Очень интересно Так что Каждое слово Виталия Наверное Надо воспринимать Уже более Серьезно И Правильно Еще соглашусь С Виталием Что Никогда Просто так Никому Не верьте А то Получится Как в анекдоте Который Часто Рассказывал Ведогоров Если не помните Напомню Сидит мужик Штаны стирает И говорит Никому Верить Нельзя Никому Даже себе Только Ну что ж Давайте Значит На этом Мы прервемся Я напоминаю Что сегодня У нас 27 января 2016 года Среда По одному Современных Календарей По древнему Шестой День Месяца В юг Истужа 7524 Лета Осьмица Костоправство Как метод Современного Современной Медицины Казак Костоправ Виталий Казакевич Главный Соведущий Очень много Рассказал За что И благодарю Его Прощаюсь Со всеми Вами Желаю Добра До новых Встреч Услышимся До свидания Народное Славянское Радио Для пытливых Умов Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова